В чём сущность дизайна? Всё о веб-компонентах. Архитектура повседневности. Клозеты или толчки? Клозеты или погнали. Всем привет, с вами подкаст «Суровый веб» выпуск номер 130 от проекта UwebDesign. Сегодня 20 июня 2017 года, время без 10.12 по-челябинску. Мы, как обычно, выходим в VR, господа. Мы, как обычно, будем подкаст наперегонки делать, походу. Знаешь, как в этом, я не помню, где это было, режим призрака. Когда ты видишь, как ты в предыдущий раз делал подкаст и пытаешься сделать быстрее. А я думал, мы в режиме спектатора будем сейчас находиться, как в Counter-Strike. Это я к концу подкаста уже в режиме спектатора нахожусь, не понимаю, что происходит вообще. Так что да, мы в главную тему. Она как-то очень эпически у нас называется. Согласись. Кроме того, что ты в данный момент жуёшь твиксик. Твикс слишком карамелью сжал моей челюсти. Кстати, какая палочка тебе больше нравится, правая или левая? Я не буду на этот провокационный вопрос отвечать, потому что, если я на него отвечу, то все комментарии будут только об этом. Фронтендер нам предложил громкую тему. Назвал он её очередные тёрки по теме UI and UX. Тут вам и про историю, и про этнокультурное наследие, и про архитектуру, и даже немного философствования. В общем, в рубрику дизайн. Гений. Откуда он знает, что... Откуда он знает, что у нас рубрика дизайн есть вообще? Что звёздочками надо... Ну, хотя это в Markdown, да, там, по-моему, жирным выделять? Да, он просто гений. Он просто гений. Люблю тебя. What is the essence of design? Я открываю? Ну-ка. Чёрт, я с альтом нажал и сохраню, как HTML просто. Ну, правильно. Я хотел с командом нажать, чтобы в отдельной вкладке. Ну, да. В общем, Лангинен Юрий, вот такой чувак, это на хабре публикует. Это его пост из песочницы, между прочим. Он даже авку себе ещё не поставил. То есть, его выплюнуло в хабр. Потому что, в принципе, он достойно написал, на самом деле. Я сначала думал, это перевод. Потом, когда дошёл до самого конца, понял, что, похоже, это всё-таки не перевод. Ну-ка. Ну, то есть, не похоже, а, ну, очевидно, да. Так вот, Юрий, между прочим, он как бы Лангинен Юрий с никнеймом Иван Тёркин. Поэтому, наверное, фронтендер назвал очередные тёрки по теме UI и UX. Неплохо, неплохо сейчас было. Так вот, Юрий или Иван, ну, пусть будет Юрий. Его лирический герой, его альтер-эго давно размышляет о существе дизайна. Постепенно, на протяжении продолжительного времени у него сформировалось мнение, которое позже, при изучении материалов для написания статьи, получило подтверждение со стороны специалистов, знающих о дизайне не понаслышке. Впрочем, обо всём по порядку. Так. На самом деле, да, он там в конце цитаты даже людей великих приводит. Поэтому, можно верить его вот этому исследованию. То есть, когда цитаты вставляют обычно люди, это значит, можно верить сразу. Да. Вот если в паблике потом после цитат сразу рекламируют жвачку, от которой стоит, это стопудовая тема. Брат за брата, там вот такие цитаты. Да, да, так за основу взято. Окей. В общем, он пытается сначала зайти с терминов. Как, в принципе, любой человек, видно, он крутой. Я про Юрия. Или про Ивана. Он делает, так сказать, педагогическое исследование и сначала заходит с терминологией. То есть, гипотеза, так сказать, проблема, вот это всё. Ну, пожалуйста. Но только он этот, тизаурус обозначает сначала. Здесь сразу есть... Есть фотография, кстати говоря. Церковь святого Иоанна Крестителя в Маньо, в Швейцарии, 1986-1998. И не случайно мы говорим, как бы, казалось бы, о дизайне, а нам церковь. Потому что к этому всё и сведётся в опусе Юрия, к тому, что на самом деле существо дизайна и ультимейт дизайн это архитектура. Но обо всём по порядку. Я уже практически как он слагаю. Сейчас спалю, что это я написал просто. Это ты, Иван? Просто понимаешь, в чём дело? Вот на фотографии очень чёткие такие линии красивые вот в этих кирпичиках. Мне интересно, данный монастырь, что это? Монастырь-церковь? Она реставрировалась? Или это так и стоит? 1986-1998 год. Ей просто 15 лет. Это как бы модерн. А, это евро-ремонт. Это да, это там евромонашки сидят. Окей. Да ты посмотри, какие там перекрытия сверху. Тут, ну, видимо, тут без крана-то подъёмного не обошлось. Ну, ладно. Mirror Search. Ладно. Кстати, да. В общем, в последние 10 лет сфера веб-дизайна развивается, и она прошла уже этап, по мнению Юрия, хаотичного творчества. Примерно 5 лет назад зрелость ознаменалась появлением двух новых в кавычках терминов UI и UX-дизайны. Почему он вообще в кавычки это вводит? Потому что, ну, на самом деле, эти термины, точнее, явления, которые они описывают, существуют уже там десятки лет. Например, UX, забегая вперёд, существует там порядка 70, а UI, ну, ещё фрески рисовали знаменитые UI-дизайнеры из палеолита. Но термина-то не было. Термина, конечно же, не было. Вот. Почему он сказал именно 5 лет? Потому что в статье Википедии веб-дизайн, в графе литература самая свежая книга, имеющая веб-тематику, датируется в 2012 году. Видимо, вот, да. Короче говоря, UI, он пытается вывести, так сказать, собственное определение, а потом поясняет, почему именно так. В общем, сначала он объясняет своими словами. UI — это область внешнего видимого, воспринимаемого зрением художественного оформления любых объектов. То есть, то, что мы видим. Любое художественное оформление, этикетка на бутылке оливкового масла — это UI. Так. И вот один из специалистов, здесь есть ссылка, опять же, то есть, он цитаты великих людей приводит, на блоге компании ADN вот так охарактеризовал роль UI-дизайнера. UI-дизайнер — это дизайнер интерфейсов в идеальной среде, в вакууме, видимо, который рисует кнопочки, иконочки, форму, подбирает шрифты и делает из всего гармоничный красивый макет. То есть, чтобы просто все то, что мы видим перед собой, между собой гармонировало, было приятным и непротивным. Как-то ADN не очень научным языком описывает UI-дизайнера, иконочки, кнопочки. Ну вот он характеризует роль, а роль, оно вот, видимо, всегда должно быть несколько абстрактно. Так вот, кроме этого, сайта, приложение хоть чего, с чем будет взаимодействовать пользователь, хоть экраны вокзального терминала, больше ни о чем не думает. Здесь нам UI-дизайнера характеризуют, как не очень ответственного человека. Он вот делает, чтобы было красявки, а как потом это будет уже, так сказать, имплементировать, его уже не волнует. И кроме этого, вот UI-дизайнера, здесь, в принципе, он нам пытается показать, что то, что ввели этот термин, это просто ввели термин, потому что вот UI-дизайнер звучит куда как солиднее, представительнее и звучнее, чем, например, художник-оформитель или там декоратор, хотя по факту так это и есть. Вот, потому что, ну, это так звучит типа колхозно, типа так старо, типа, ой, да это уже такое прям фу-фу-фу, такое прям 2007-й, но только там 960-й декоратор. Художник-декоратор в фильме Иван Васильевич меняет профессию. Это тебе не UI-дизайнер. Мне наоборот это кажется возвышенно как-то. Ну, мы с тобой другие ребята уже, согласись, мы олдфаги, поэтому... Согласен. То есть, ты думаешь, для тех, кто крутит спиннеры, для них декоратор это прям фу? Конечно, лучше быть дворником, чем декоратором, для тех, кто крутит спиннеры. Ставь лайк, если крутишь спиннер прямо сейчас. Так вот, почему термин, потребность появилась в таком термине? Во-первых, в, России, а он ее именно родной страны, за главные буквы пишет, просто девальвировалась вся роль дизайнеров, художников, потому что это ушло в ПТУ. По факту, это практически навык. Ты просто рисуешь, ты там что-то, как бы, делаешь, и оформляешь, декорируешь, и это профессиональный навык. Тебя учат просто четыре года после девятого класса, поэтому и нормально тебе. Это девальвировало все, все то возвышенное, что теперь поднимается под UI-дизайнерством, и надо было, так сказать, перезапустить. Знаешь, как вот у нас есть кондитерская деколь? Уже нет ее. Теперь она называется твоя интеллектуальная кондитерская. Интеллектуальная. Интеллектуальная именно. И там, ну у нее есть какое-то односложное название, типа там интеллект. Но по факту она в тех же точках, где деколь находится, немногочисленных, которые остались. И по дизайну она такая же, да? Внутри. Слушай, ну они... Для она интеллектуальной с мозгом. они теперь смузевые, пацаны. До этого у них была просто, ну обычная кондитерская, там, из начала двухтысячных, из начала нулевых, я бы даже сказал. С Васей Стрельниковым дневным капризом по выходным, точнее, уикенд капризом по выходным и дневным по будням. И 12 зловных завителей. Да, потому что вот из тех времен это еще. А сейчас уже там меловая доска, тренды, смузи, спиннеры, опять же, на входе выдают за 250 рублей, поэтому, да. Так вот, и поэтому сейчас это уже не тренди. Вот здесь сразу есть художница-мастер МГХПТК Татьяна Владимировна Будейко, вторая справа, со своими ученицами. Спасибо, что пояснили. Вот, да. Казалось бы, думается, что она справа в клетчатой рубашке сидит, а все остальное это ее ученицы. Как ты считаешь, вот какая из данных представителей, так скажем, художниц и мастеров самая мастеровитая? Я думаю, та, которая по центру улыбается. Слишком она улыбается, как будто она вообще вертелась. Согласен, она так в очочках сидит и такая, типа, ну и что ты там? Ты знаешь, какая я мастерица вообще там? Вот, да. Так, я надеюсь, она нас слушает, потому что мы считаем, что это самый профессионал. Здесь еще нам указывается о том, что, к сожалению, люди, которые поступают на дизайн, они вот думают, что мы там будем рисовать, рисулькать, оформлять. Ну, не все, но вот, большинство думает, что мы там будем рисовать, прикольно. А они тут заходят, а там хоп, геометрия еще дополнительно, хоп, там математика, проектирование, системный подход. Фу. И большинство из них на это забивают, на тройке это сдают и в результате умеют только рисулькать потом. Но некоторые из них, задротистые пацаны, они умеют и то, и другое. И у них как бы рисульканье не так сильно дается, как, например, проектирование, но по факту большими, лучшими специалистами они становятся в области именно дизайна, потому что, потому что здесь в конце с красивыми картинками и девочки справятся. Вот такая фраза. Ну, действительно. И как раз девочка красивой картинки и девушка UI-дизайнер. Ну, по крайней мере, с косой она справилась, судя по фотографии. Причем непонятно, где она заканчивается. Знаешь, что Парапунцель где-то ущикала. Она начинается оттуда, откуда ты думаешь. На самом деле, знаешь, что я думаю? Так. Вот мы сейчас думаем. То есть, мы сейчас с тобой рассуждаем про тех, что за люди UI-дизайнеры, правильно? Мы про них думаем? Ну, косвенно, да. Вот. Получается, это должны быть такие супер разносторонние люди, как минимум, да? Это должны быть такие чуваки. А вот могут ли быть UI-дизайнеры чуваки, которые пошли на строительный факультет, например? Вот об этом он в конце прям сказал, что вот из них самые лучшие UI-дизайнеры и UX-дизайнер, всех остальных жителей. Это строители? Да. Которые вот толчок поставят? Прямо вот эти, да. Ну ладно, хорошо. Почему? Потому что, чтобы толчок поставить и он не упал, надо так-то до хрена выдрочить. Пока хозяин будет садиться на него. Вот именно. Или хозяйка, не дай бог. С косой. Так вот, и он здесь говорит, что из-за того, что мы вот столкнулись с тем, что UI-дизайнер в себя включает две вещи, мы понимаем о двойственной природе полноценного дизайна с большой буквы. Начинаем подозревать, что не все так просто. Дальше идет UX. UX — это User Experience. И Алексей Сегодин, арт-директор и дизайнер очень широкого профиля, мне пишут письма. Он сам Сегодин написал тебе? Сам прям сейчас. Я говорю... Обсуждайте меня, чувствую прям, щеки горят, уши. Че там будете про меня говорить? Так вот, UX — это то, какой опыт, впечатление получает пользователь от работы с вашим интерфейсом. Удается ли ему достичь цели, насколько просто или сложно это сделать? Это определение нам Бабич давал уже. Помнишь, когда была статья про UX или юзабилити? Ну, давал, давал. Да, вот UX — это те эмоции и тот опыт, которые впечатление пользователь получает от работы с нашей системой. Он, это Юрий или Иван, автор статьи, заглянул в Большую Советскую энциклопедию и там нашел определение инженерной психологии. Как именно он просто всю энциклопедию перерыл и нашел что-то похожее на UX-дизайн, я не знаю. Но вот он пишет, что заглянул он просто в Большую Советскую энциклопедию. Инженерная психология, да? Да, инженерная психология. И в 2017-м новомодному UX исполняется аж 77 лет. Погоди, давай еще раз. Инженерная психология, юзер экспириенс. Ну? Ну, в принципе, это получается юзер экспириенс — это же психология не инженеров, а юзеров. Так ты, как UX-дизайнер, с инженерной точки зрения разбираешь юзера, интерфейс, которым он будет пользоваться, цели, которые он должен достичь и то, какие ты деньги должен заработать с его юзер экспириенсом. Это я вот только из башки четыре составляющих придумал, а их наверняка намного больше. И ты, если не будешь к этому очень системно подходить, ты не сможешь каши-то сварить из этого всего. Только из топора сможешь. Ну, хорошо. Он нашел. Он нашел. Я не буду зачитывать все определение. Здесь есть подкатом, так скажем, история о том, что сначала это было в просто психологии труда. В смысле, просто UX, это когда еще люди на комбайнах работали. Как организовать труд нескольких людей, чтобы им было удобно все вспахать, а непонятно там это делали и так далее. То есть, в принципе, взаимодействие человека с предметами и орудиями труда. Любые инструменты, станок, конвейер, средства транспорта и тому подобное. Вы, конечно, сейчас скажете, что этим занимается эргономика, но он в самом конце как раз определяет, что инженерная психология включает в себя огромное количество под вот этих разделщиков, и это нас наряду с тем, что мы уже поняли, что UI-дизайнер это многогранное, двугранное. Мы поймем, что UX-дизайнер это досвидот гранное. Ну, так вот, три составляющие, три задачи решает инженерная психология. Первая – рациональная организация деятельности людей в системах человек-машины. Так, то есть интерфейс, прокладка между человеком и машиной, чтобы человеку было удобно выполнять поставленные цели с помощью машины. А машина понимала, что человек от нее хочет, просто считала и все. О чувствах машин мы здесь тоже заботимся. Вторая задача, которую решает инженерная психология – целесообразное распределение функций между управляющим и обслуживающим персоналом и техническими средствами автоматизации. Ну, то есть, если человеку надо пять раз нажать кнопку, то с точки зрения инженерной психологии надо сделать кнопку, которая будет сжать пять раз другую кнопку, чтобы человек все-таки один раз нажал кнопку. То есть, максимально нужно понять, а что из того, что делает человек, можно переложить на машину с целью увеличения, естественно, продуктивности. Ну, то есть, например, какие-то механические действия упразднение. И что, то, что делает машина, лучше бы предоставить человеку. То есть, например, герьмовые экспертные системы, которые там тебе, как справка Windows, лучше уже человек сам нахрен решит, что ему как продиагностирует, чем полагаться на справку Windows. С точки зрения User Experience, это отвратительно. До сих пор, я вот так считаю, уже даже в Windows 10, с подключенным интернетом, все равно это бесполезно и хреново, но ничего не помогает тебе сделать. Согласен. Третья задача, которую решает инженерная психология, это оптимизация процессов информационного обеспечения и принятия решений. Ну, это то, о чем я уже говорил. То есть, смежные науки здесь включаются, такие, как психология личности, психология труда и другие. Также, естественно, взаимодействуют с системой техникой и инженерными дисциплинами. Ну, короче говоря, то, какие алгоритмы стоит применить для того, чтобы прикладно, чтобы человеку понравилось это, а чтобы машина, ну, там, как бы, не за пять циклов, а за один это рассчитала. Опять же, это, с одной стороны, мы идем ближе к человеку, так сказать, подходим, а вот тут вот, если он долго будет стоять, надо ему стул, значит, сделать. И мы идем на встречу к машине. Если она вот здесь вот много будет считать, лучше восемь видеокарт подмайнить к ней и нормально будет вообще вместо одного процессора центрального. Ну, так, уже хорошо началось. Это все инженерная психология. То есть UX еще более многогранен, чем UI. Я сейчас сразу перейду к концу. Здесь вы можете прочитать все, что в большой советской энциклопедии об этом понимали. И, к сожалению, констатирую, что понимали больше, чем мы сейчас. Вот дерьмо. Так вот, и я сейчас даже пытаюсь... Не, не могу найти. Короче говоря, по комплексной проблеме кибернетика, научный совет назывался. И он работал вместе с обществом психологов СССР. То есть, две гигантские, так сказать, группы людей, ну, я не знаю, на счет гигантских, может, по 10 человек было, из разных абсолютно сфер пытались вместе сработать для того, чтобы, так сказать, построить светлое будущее. То есть, психологи работали с программистами и говорили, а вот можно здесь, если человек на стул сядет, будет обсчитываться этот момент? И те такие, ну, слушай, если вот дополнительный блок питания подвезешь и какую-нибудь поставишь кейс с вентиляторами, то нормально будет. Не, ну, надо сказать, что с программистами, там, наверное, программисты-то были еще те, которые на фартране, которые там еще досвидос, что делали. Которые бэсэмэсом стопудово. А что это меняет, простите? Я к тому, что сейчас, почему у нас не так UX понимается широко, да? Если бы мы сейчас делали гениальные IBM, русские, рубиэмы. Как там, Байкал, да? Да, какой-нибудь Байкал, пили бы и Тархун. То, то, возможно, мы бы сейчас вообще делали охрененный UX у компов, но так как мы их не делаем, так как мы все про Е, вот, поэтому, да, так, ну, подожди, подожди, смотри, мы как-то с тобой плавно, получается, от архитектуры ушли в компы. Не, не, в архитектуру мы еще придем, понимаешь, ты сам, как выскочка, в нее вскочил, А, ты тоже там начал про нее немножко, Юрий. Ну, я сказал, что не случайно, запомните, что нам показали сейчас церковь, не случайно, это мы в конце об этом скажем. М-м, окей. Возвращаемся к UI и говорим о том, что, несмотря на то, что UX отметил свое 77-летие, UI отмечает до хрена тысяч миллион летия, потому что рисунок Бизона на стене пещеры Альтамира мы можем наблюдать, а он доисторический. Да, блин, вот это говно, мне кажется, это притянуто за уши. Тогда можно UX назвать, что раньше и UX тоже был. А какой? На скрижалях писали, как сахой правильно пользоваться, делали ее изогнутой вместо прямой? Ну, может быть, я не знаю. Понимаешь, то есть, он, значит, UI он приравнял к тому, что это было еще когда-то там, когда еще динозавры ходили, а UX, значит, не было. Мне кажется, UI и UX... Понимаешь, UX, он если и был, то в настолько зачаточном... Вот давай, представляем, Stronghold Crusader. Так. Эти, катапульты, которые ломают стены. Ну? Вот где были на катапульте хоть какие-то, так скажем, намеки на то, как ей более удобно пользоваться? Ну, были, может быть, были чертиши какие-то? Надписи, стрелочки, были какие-то? Жми сюда, здесь ударить молотком, чтобы камень полетел в стену. Возможно, Мне кажется, там без пол-литра не разберешься, как вообще ее собрать, разобрать. Там инженеры были специальные. Может быть. Я думаю, ну, как бы, я согласен с тобой, что наверняка они как-нибудь из уст в уста там передавали, вот тут, короче, подопни там ее. Не, а этот мужик, который ученый суперский, который навел... Линзы? Да, линзы, которые навел, сгорели корабли. Но это миф, это миф на самом деле. кого это миф? Ты был, это я же смотрел, ты енот, ты че? Кстати, в Пиратах или когда-то, что-то я недавно видел. В последних? Да, и там в виде, маяк был в виде как раз вот такой же архимедовской хреновины, на круге, много зеркал, и он так направлял луч свой, чтобы издалека было видно. Слушай, по-моему, это был, да, я тоже это видел, значит, пират. Вот недавно, да, это где-то просто было, и там же главное-то, маяком было не сжигать, а все-таки показать, поэтому вот для маяков это реально возможно использовать, сам видел, опять же. Ну да, ладно. Ладно, возвращаемся. Самое яркое воспроизведение советского UX, это Центр управления полетами первых советских ракетоносителей. Ну, как бы тут... Посмотри, какое у них изображение там на скайпе выведено. 240 пис, конечно. Ужасное? Немного. Как будто там сзади чужой набрасывается на космонавта. Самое главное, чтобы звук не отставал, чтобы кодеки были установлены. Вот. Потом зал управления синхрофазотроном с пультом в центре, в Дубне, который находится, там просто космос. Я больше чем уверен, что, несмотря на то, что вот это все кажется так сложно... Во-первых, посмотри, это уже отвлекаясь с темой, мы на перегонки, напоминаю, подкаст делаем. Посмотри, вот это вот граничащие бэсма и мэсма с люстрами хрустальными. Вижу. Насколько это вот по биошоку вот это вот первое время чумы? Когда тут вроде хрустальные, должны дамы ходить в масках таких карнавальных. Я подозреваю, что ходили дамы до этого. И они просто, как обычно... Они разъехались уже в бане. Да нет, дамы ходили, когда там еще царь ездил. А после этого просто коммунисты поставили там свои бэсма и мэсма. Ага. Возможно. Но я больше чем верю, что мы туда придем, мы разберемся че как. Там кнопки подписаны ввод, вывод, осциллограф. Думаешь легко, да, мы там? Ну, если у нас будет базовое знание о физике, понимаешь? Грубо говоря... Да, то есть мы-то нет. Я к тому, что это же UX — это наука о том, как инструмент сделать более понятным и удобным. Но инструмент-то должен быть все-таки... Ну, мы должны понимать, для чего он приспособлен, так сказать, и да. Ну, это естественно. Может быть, это просто не для нас тогда инструмент, а для тех, кто шарит по UX все будет круто. Ну, ладно. В общем, сущность дизайна в том, что должно, как бы сказать, сочетаться художественная хреновина всякая вот эта креативность и оформление, декораторство с вот этим жутким системным проектированием стыка психологии и технических наук. Это все в одном человеке должно быть. Потому что именно этот человек должен быть дизайнер, который продумывает и то, и другое, и третье. Даже если это три человека, которые один разбирается с одним, другим, вторым, третьим, каждый из них должен примерно понимать сферы деятельности двух других для того, чтобы разговаривать с ними на одном языке. Например, это может быть один человек Иван и Юрий. Как бы сразу. Да. И третий из них я. Да. Посмотри, в каких смешных чепчиках сидят мужики. Они как будто бы потом после этого окрошку пойдут разливать по тарелкам. Если честно, да, скорее всего, так и было до этого. Они отвлекли черпаком. Да, да, половником, я бы даже сказал. Как половой орган. Спросим. И нам Юрий, он же Иван, говорит о том, что вам ничего не напоминает вот этот вот человек, который владеет всеми тремя, так сказать, навыками? Мне, говорит, напоминает это архитекторов. А они чего умеют? Сразу архитектор из Матрицы, во-первых, вспоминается. Ну, конечно, первым делом. А во-вторых, вспоминается вот этот пацан, который здесь нарисован. Я согласен, но это точно какой-то гений. И вот пишут, что первым дизайн в современном его понимании стали делать именно архитекторы. Опять же, с доисторических времен Акрополь, представляешь, выстроили. Его же стопудово строили там входом на юг, чтобы всегда там было видно, как кто-то вступает к Зевсу на исповедь. Не, ну, до этих людей, я думаю, нам все еще далеко. Стопудово. Но вот они и то уже все тогда продумывали. И вот даже, вот, да. Тут вам... Собственно, кто такой архитектор? Он строитель? Да. Инженер? Конечно. Творец и художник? Безусловно. То есть он все. И здесь есть три цитаты из введения в книгу архитектура энциклопедия. Представляешь, что просто книга так называется архитектура энциклопедия. Ну? Три цитаты. Первое. Вокруг больших городов великое множество вилл и коттеджей, возведенных прорабами, так как по скупости и неразумию заказчики хотели сэкономить на гонорарии архитектора. Эти дворцы, в кавычках, не только безобразны, как правило, еще и смешны. То есть, вот, они таунхаусы, так сказать, засирают, которые вокруг больших городов находятся. Потому что там, как всегда, просто прорабы там из ближнего зарубежья работали, половину украли всех материалов строительных, из оставшихся что-то попытались слепить. И как бы вот ни UI, ни UX, ни хрена. Если сам не контролируешь, там не ходишь, не прикрикиваешь на каждого, ты слышишь, ты что тут кирпич не доложил, газоблок вот этот вот, кому там положил в кусты. Вот не поедут лыжи, все будет хреново. Вторая цитата. Иногда, очень редко, бывают исключения. В тех случаях, когда в душе строителя прячется нераскрытый, нереализованный художник. В этих случаях возникают некие архитектурные чудеса, обитать в которых сложно, но, по крайней мере, никто не останется к ним равнодушен. Это нам вторую грань показывает, что обязательно должна быть какая-то творческая вот это начало, вот это вот фантазия, что в архитектуре есть выход вот этому необузданному внутреннему, которое в людях творческих табушует. И как бы да, бывает, так сказать, выходит наружу. Третья цитата. Увы, массовая, наиболее распространенная архитектура жилища всегда была монотонной. Дело спасали церкви, соборы, башни, дворцы. Иными словами, архитектура довольно редка, в известной мере аристократична, как именно искусство, когда недостаточно относительного комфорта и безопасности. А гармоничность и красота или гармоничное величие изначально определяются как необходимое свойство результата. То есть, когда у тебя цель не просто сделать функциональный квадрат, как вот это вот, сразу вспоминается хижина на Татуине. Просто квадрат вот из песка сделан и с дверью хай-течной. Вот не очень, да, архитектурно. Хотя, казалось бы, тоже должно быть так продумано, чтобы все эти квадраты друг к другу, так сказать, спинами прилегали, являлись стенами друг для друга, как ячейки. И, ну, то есть, я сейчас, да, я сейчас чуть позже скажу о том, что, что я об этом думаю. Но мне кажется, как раз в «Звездных войнах» там как будто какие-то архитекторы придумывали каждое здание, каждой новой планеты. Там как-то очень классно все, прям веришь каждому зданию, что вот оно, я вот там бы, если бы я жил, я бы жил бы в таких бы халупах. Главное, что... Ладно. Но? Я к тому, что вот... Хочется сразу сейчас сказать, что вот там раньше-то Растрелли, да, там в Барселоне делал, Растрелли, правда, в Питере делал, но не важно. Или где. Да хрена узнал. Ну, не важно. Вот Растрелли-то делал, а сейчас-то вот... Если бы я знал, я бы сам делал. Советские-то вот эти вот многоэтажки беспонтовые. А я считаю, что вот их функциональность, она просто... Понимаешь, архитектура, она всегда балансирует где-то на грани вот этих трех вещей. Ну-ка. То есть первое – это красота, второе – это практичность, и третье – это, там, я не знаю, удобство. Практичность, я имею в виду, например, там, по электропотреблению и количество стройматериалов, которые используют, ну, дешевизна, допустим. И третье – это именно функциональность с точки зрения, как хорошо людям там удобно и так далее. И здесь как с проектом. Дешево, хорошо там, и что-то там еще. Помнишь, да, вот эти круги Эйлера? И в центре не бывает так, да? Вот-вот. И Советский Союз и его архитектура, мы многократно уже говорили, этот функционализм, он просто менее, так скажем, красив, но зато он и экономичен, и очень удобен людям. То есть вот эти все коридоры, то, что они все прямые, без каких-либо дополнительных там заворотов и так далее. Ну, ты просто прямо идешь, ты знаешь, что справа будет общая кухня, да, там, в общежитии. Там сзади туалет, лифт там, ну и так далее. И есть в этом что-то прямо вот такое. То есть ты с точки зрения науки должен был просчитать, сколько туалетов должно быть на этаже, чтобы, так сказать, не было это слишком роскошно, и чтобы элементарно не срались, не ссались на голову уже друг другу. То есть чтобы отвод говна был. Как-то ты рано начал тему про туалеты, а оно у нас будет. В общем, можно смело утверждать, что архитектура это самая старейшая состоявшаяся и опытнейшая отрасль настоящего дизайна. Но если возвращаться из этого, из архитектуры, нужно сказать, что дизайн это художественная инженерия. Это ориентирующаяся на человека инженерно-художественное проектирование. Вот что такое дизайн. То есть, ну, нужно вот, не должно это быть однобоко. Дизайнер это ультра-мега-человек, который должен учитывать большое количество факторов и должен учитывать это везде. В приложениях, в архитектуре, в, я не знаю, в приложениях, я имею в виду веб-приложениях или где-то еще, в дизайне посуды, предметов мебели, автомобилей. Это все многогранно и да. И здесь Юрия, его же Ивана заносит и он пытается понять, а что вот это по-русски? Ну, то есть, художественная инженерия звучит длинно. Нужно как-то односложно. И он придумывает, что по-русски это называется домостроительство или коротко домострой. Вау. И если я не ошибаюсь... Домострой. Да, домострой. Балалайка. Тусовка. Так. Беспредел. Когда-то была книжка какая-то, типа, как там нужно себя вести там, ну, по-советски. Да, 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 да. И вот она же тоже домострой называлась. Блин, вот сейчас я не вспомню, но давай-ка, давай-ка узнаем. Я сейчас загуглю, прямо приседу. где надо, типа, за столом кушать нормально, не это. Да, ну, там именно просто, что баба там дома убирается, мужик там работает, вот подобного этого. Ну, давай-давай. Да, книга, называемая домострой, содержащая все полезные сведения по учению и наставлению всякому христианину, мужу, жене, детям, слугам и служанкам. Но это далеко не советская книга. Это памятник русской литературы 16 века. Ну, царясики. Домострой. Вот. Я, почему он, как бы, не сделал никакую ремарку вот в сторону вот этого? Потому что он не знает про нее, скорее всего. Ты думаешь, Юрий, он же Иван не в курсе просто? Ну, я не знаю, но если он в курсе, то он гений и не сказал про это. Ну, неважно. Почему именно домострой? Потому что дом в русском языке является древним образом или аллегорией мира, мироздания, в узком утилитарном смысле образом системы. То есть дом это и система, и мир, где тебе удобно и комфортно, и еще и красивый мир, в котором тебе все нравится и так далее. Поэтому вот дизайн это домострой. Ну, ну, занесло его куда-то. Я не знаю, правда, мне художественное проектирование больше нравится и художественная инженерия, чем домострой. Слишком уже бэкграунд у этого слова немножечко изменен. Слишком немножечко это прям оксимарон. Я тебе так скажу, вот тут я открыл картинки к домострою, книги, и есть цитата из нее, выдержка из книги домострой. «Коли жена перечить вздумает, то намотать косу на кулак и волочь к порогу». Вот, да. Как ты считаешь, можно ли вот у той девушки намотать косу на кулак? Которая на фотографии. Девушка UI интерфейса, ты имеешь в виду? Скорее всего, так и следует поступить, если она... Иногда хочется, да? Представляешь, вот этот Лангин и Юрий, который я написал, он же Иван, он в косоворотке сидел, писал эту статью, и после этого пошел косой в поле просто косить траву и бессом-мессом проектировать в голове в этот момент. Думаю, так и было. Нам нужно наше мнение немножечко высказать по этому поводу. Я, знаешь, очень глубоко согласен про то, что архитекторы это тоже такие супер-художники, супер-существа. Вот. И наверняка люди, которые учатся на архитектурном, не все таковыми являются под конец, да? Но те, кто реально вот прям горит желанием стать архитектором, это прям крутые чуваки. И те, кто становятся потом реально хорошими архитекторами, они, скорее всего, не стали бы хорошими архитекторами, если бы все вот эти качества в себе не совмещали. Но мы, кстати говоря, часто говорим про таких чуваков. Я бы даже назвал чувака, вот, например, который придумал заборы. Он тоже, в принципе, архитектор своего рода. Правильно? Вот. Это гений, гений. Согласен. Хочется вспомнить, не случайно есть вот этот вот работа software architect, архитектор приложений, потому что ты действительно должен очень комплексно подходить ко всем таким вопросам, если ты хочешь, чтобы это дало максимальный, так сказать, выхлоп и результат. Так, выхлоп. Будем говорить? Обязательно. Наш организационный момент, любимый. Значит, у нас есть сайт youwebdesign.ru там в сайт-баре справа вы можете зарегистрироваться на нашем сайте замечательном, чтобы оставлять нам легко темы, удобно, которые там же справа в сайт-баре есть всегда к новому подкасту. Зачем? То есть, я объясню, что это за тема. Каждый раз мы собираем самые классные темы, которые вы предложили нам. Может быть, это даже не самые новые. Может быть, это просто вам запало в душу, и вы видели, говоря, 2016 года какое-нибудь старье с Саной. Может быть, но не обязательно, чтобы они были свежие, обязательно, чтобы они были интересные. Вот. Саня их отбирает, идеально через сито просеивает, сеет в косоворотке. Перед Саней 10 проверок, конечно, проходит. Ну, перед этим, конечно, конечно же, до него доходит только самое идеальное. До меня всплывает только самое отборное. И мы эти темы рассмотрим в следующем подкасте. Это как бы такой интерактив с вами, если вы не понимаете все еще. Я как бы пытаюсь достучаться до самых черствых зрителей. Давай так. Мы будем оперировать к зависти. Если вы хотите, чтобы мы вашу тему, как фронтендера, вот сейчас 30 минут первые разбирали в подкасте. Обсасывали. Вы ее предложите. Да. Как в том анекдоте. Господи, как хочется в лотерею выиграть. И голос сверху, ты билет купи хотя бы, дурак. Вот здесь вы предложите тему, если хотите, чтобы ее обсудили в YouWebDesign. Это все можно сделать на YouWebDesign.ru. Кстати говоря, на YouWebDesign.ru можно еще пройти по ссылке на наш хостинг. А что это я рано его начал? Хотя да что, его всегда можно. Можно, конечно. YouWebDesign.ru слэш смарт-тейп. Да. Наш партнер хостинг смарт-тейп. Кстати говоря, кстати говоря, подпольная информация. Нам и другие хостинги предлагают у себя рекламироваться. Я не буду называть. Мы, 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 да, не будем называть. Но мы всех отторгаем, отвергаем и договорим только YouWebDesign.ru слэш смарт-тейп. И не потому, что мы, знаешь, такие, типа, как бы только вот за этих, да? Не поэтому, а потому что... Не потому что рекламируем, а потому что нравится. Конечно, это всегда работает. Потом у нас есть еще стикеры, которые вы можете заказывать на vk.com слэш YouWebDesign. Вот два стикера по желанию. Они нихрена не дорогие, там 200 рубасов. Кстати, опять активизировались. За последнюю неделю отгрузили чуть ли не 10 стикеров. Отлично. Отлично. Внезапно люди вспомнили, что, возможно, с дачи приехали, просохли чуть-чуть. Ох, нихрена, стикеры. Можно же наклеивать. Да. И в том числе у нас есть Telegram-чатик. Вам, чтобы вступить в него, надо написать в веб-сайне, в Телеграме, же, в личку. Вот. Ну и, если хотите нас поддерживать, YouWebDesign.ru слэш донейт. Телеграм-канал еще есть, в котором мы публикуем все новости только про наш контент. Никаких лишних. Там вот это вот, там, я не могу, у нас ничего лишнего не бывает. Вот именно. Вот там ничего этого нет. Там никаких лишних. Да. Ну что, по-моему... Двигаемся дальше, вплываем в дизайн, в сам, несмотря на то, что у нас открывающая тема тоже была в дизайне. Ну как вплываем? Мы чавкаем по нему. Как в болото. Антон Экземпляр нам пишет. Это тот самый чувак, который нам предлагал его сайт покритиковать. Он, кстати говоря, я считаю, он рыцарь. Почему? Он как бы, он, во-первых, не побоялся. Ведь знал же, что будут критиковать, а? Он, кроме шуток, даже вот именно если мы вернулись бы. Давай вернемся. Почему бы и нет? Подкаст тире 129 тире themes это слаг после webdesign.ru Прямо наизусть написал. Он там, черт, походу он в 128-м это предлагал. Там развернулась дискуссия, типа, ничего, они тебе там приложили, там практически вот так. Там мужики из пивной вышли. И он говорит, я, парни уложились, как я предполагал, в 5 минут. Кстати, спасибо вам, Саня и Никита, за адекватный взгляд со стороны. В принципе, все замечания по делу. И сайт мы в любом случае доведем до ума, в том числе с учетом ваших комментариев. При том, что я хочу перед Антоном экземпларом изначально извиниться, потому что мы его тему в прошлый раз, когда рассматривали его сайт, мы оставили ее на конец и уже не вывозили, если честно. И в полном невывозе мы там какие-то ему оценки, критические суждения. Я бы не сказал, что он должен сейчас не спать из-за этого и может быть там знаешь, у него что-нибудь с девушкой не получится из-за наших комментариев. Мы в состоянии аффекта находились, если честно. Я хотел писать, Саня хотел какать. Вот поэтому как бы... Вот. Это мое обычное состояние, поэтому я привык в принципе уже. Ладно, давай поехали. Что он сейчас напишет? Единорог. Сейчас он пишет. Привет, парни. Тема про единорога, которая Unicorn, точнее UX Unicorn. Я слушал все ваши подкасты и помнится, что вы затрагивали эту тему, но по той реакции, которая у вас была на слово единорогость в моем первом комментарии здесь, показалось, что вы забыли. Возможно, я ошибаюсь. Я ни хрена такого не помню. Я тебе говорю, ты хотел. Что ты хотел? Ну, смотри, в туалет, и поэтому ты не помнишь ничего. Но на самом деле я сам не помню. Я вообще не понимаю, о чем мы говорили. Я вообще не помню, когда мы про UX Unicorn говорили. Кто такой Антон Экземпляр? Возможно, за 130 выпусков мы реально когда-то это и обсуждали. Я допускаю, в принципе, что мы даже Антон Экземпляры уже обсуждали. Я допускаю, что я на следующий день уже не помню, что мы обсуждаем, если честно. Вот, но тем не менее, возможно, я ошибаюсь. Не ошибаешься, мы забыли. Как бы то ни было, если рассматривали эту тему, пропустите. Если нет, то да. Если нет, то да. Знаменитый логический катаклизм, коллапс. Тема такая, надо порассуждать. Почему вдруг ты с Антоне на Сиаву переключился? Полуэриторическое, полупрактическое с моралью. Как подходить к процессу разработки сайта? Слушай, вернись обратно, пожалуйста. Что-то какая-то пола это. Статей сайтов моря. Я выбрал самые интересные. Вы что уж сами, там уж сами смотрите, какая зацепит. Первым делом тот сайт, который я уже приводил, UXunicorn.com с мимичным единорогом, его описанием, парой форм для тех, кто считает себя единорогом и тех, кто хочет только им стать. Как я понимаю, тебя зацепил именно этот. Не, меня все, я все посмотрел. Ну давай. И я про них про все скажу просто пару слов, потому что эта тема, на самом деле, она абсолютно логично вытекает. А, так там все про единорога. Да, оно все про одно. Аналогично вытекает из предыдущей нашей темы. Потому что здесь опять UX. Так вот, с парой форм, плюс там есть ссылка на такой же мини-сайт про чайку, унылого антипода единорога. Кстати, та ссылка, которую он нам предлагает, она ведет на localhost, на мой. Ну точнее там просто он слэш. На твой именно. Да. Он слэш предложил, поэтому мне придется вручную в UX-unicorn.com вбить в Яндекс, в Яндекс, в поисковую стройку. Яндекс-навигатор. Яндекс.дзен. Отличные новости только по вашим рекомендациям. Вот, UX-unicorn.com здесь реально плюшевый единорог, он подмигивает иногда. Здесь есть две ссылки, типа, я уже UX-единорог или я хочу стать UX-единорогом. Но для этого нужно в терминах разобраться. UX-unicorn. Первое, это мифический дизайнер, User Experience дизайнер с супер навыками. Он все уже умеет. И графический дизайн, и быстрое прототипирование, и фронтенд разработку, и тестирование с пользователями, технические спецификации, маркетинг, брендинг. У него даже нету никакого своего мнения. У него есть только процесс, который легко сгармонизирует с любой средой разработки. Так. Короче говоря, UX-ниндзя, так называемый. Почему именно Unicorn? Потому что Unicorn это не это. Ну, короче, мифическое создание, его не существует. Вот так же и UX-unicorn, он тоже не существует. Не бывает людей, которые все умеют. Ну, тогда UX-ниндзя не подходит. Как бы UX-ниндзя существуют, так скажем. Ну, есть крутые чуваки, да? Это типа крутые чуваки. UX-unicorn, это вообще досвидет. Это мега крутой чувак. Это просто Optimus Prime из UX-ера. Антон Экземплар. Да. Ну и второе здесь, как бы шуточка, что это просто плюшевая лошадка с рогом, который вылазит из головы. Ну, такая себе шуточка, конечно. Ну, да. Я даже не буду ее дочитывать. Две формы, которые здесь на сайте есть, это, если ты говоришь, я уже единорог, он пишет, ну, давай, предложи мне свой имейл и адрес на LinkedIn я вот пробегусь вместе с другими единорогами и посмотрю, какой ты крутой. Ну и второе, если хочешь таким стать, типа, напишите, кто вы, что вы, и мы с вами свяжемся. Я не знаю, будут ли они связываться реально или нет, но просто вот вторая форма, она такая. Есть UX-сигал, то есть UX-чайка. И здесь это чувак, который приходит в проект, просто там летает, всех отвлекает, засирает весь код и сваливает. Классно. Вот. Ну, это антипод UX-единорога. Такие люди существуют уже. Это я уже от себя говорю. Сто пудово существуют. В общем, вот это первый сайт, который он нам предложил. Второй, это статья на медиуме. 10 skills you need to be a UX-unicorn. И здесь статья годовалой давности, 2 июня 16-го года, о том, что, типа, 10 навыков, которые у тебя должны быть, чтобы ты был UX-единорогом. Ну и здесь, опять же, представим, что реально могут быть такие чуваки. И он говорит, что вот есть T-shaped дизайнер. Дизайнер в форме буквы Т. Об этом чуть позже. В третьей статье, которую он кинул. Ну ладно, без этого нельзя сказать. В общем, вот представь себе, я вернусь. точнее, не вернусь, а я открою T-shaped дизайнера. И здесь нам говорят о том, что вот если ты, так скажем, владеешь какой-то, твою мать, не та. How to transform to UX introduction. Тут он, оказывается, так до хрена предложил. Я в них уже запутался. Вот есть The Edge of Void на медиуме. Introduction to IT-shape for product designers. В общем, суть в том, что вот ты разбираешься в дизайне, именно в графическом. Вот у тебя столбик твоего навыка, как писька. И есть несколько навыков, в которых ты разбираешься поверхностно. Это коротенькие столбики. И они как бы тоже сверху. И вместе все эти ваши пять навыков образуют букву Т. Потому что ты четыре из них знаешь слабенько, а один сильный. Он выдается, как бы, и вот у тебя буква Т. Ну, открой последнюю. Нет, я прекрасно понимаю. Но, но, типа, это плохо, да? Нет, это не плохо, это хорошо. Ты должен, нельзя быть хорошо, я понял. Хорошим во всех. Хорошим. Ты можешь знать что-то одно глубоко, а во всех остальных иметь какое-то представление. Для чего? Для того, чтобы работать хорошо в команде. Вот есть несколько чуваков, но есть широкий Т-шейп, это когда много, много навыков знает. Он по чуть-чуть, там, 20 и больше. Но, Т-шейп дизайнер хорошо сработает с Т-шейп инженером, потому что у них есть вот эти лапки, которыми они друг с другом свяжутся. У Т-шейп дизайнера он совсем чуть-чуть знает инжиниринг, а Т-шейп инженер знает чуть-чуть дизайн. И вот этими чуть-чуть они и сдвинутся между собой и будут хорошо работать. Они как бы понимают то, над чем они работают вместе. Но каждый в своей сфере профессионал. Но так в любой команде, собственно, и сделано. Не бывает универсальных людей, не бывает вот этих вот супер-мега юникорнов, да, бывают вот Т-шейп дизайнеры, к этому нужно стремиться. Это вот последняя статья была. И если вернуться ко второй, то вот он говорит, что а есть square-shaped, это полный квадрат, это как-то монолитно все навыки знаешь. И можешь двигаться в любом абсолютно направлении, потому что ты все знаешь нахрен. Вот говорит, если хотите таким стать, то надо много знать. Здесь есть инфографика UX Unicorn. И тут, знаешь, как вот заходишь на мясной рынок и там разруб, где там у свиньи корейка находится, где у коровы толстый тонкий край, вырезка. Здесь также разруб единорога. И он поделен на 10, так скажем, частей. Ну и это просто 10 составляющих, которыми должен, ну 10, так сказать, навыков, которыми должен, и не только навыков, 10, ну просто составляющих UX единорога. Первый это свидетельство. Ну типа на основании чего ты вот действуешь? То есть какие-то, так скажем, доказательства. То есть там исследования какие-то там, которые там люди собирали, ты сам провел какие-то исследования, статистика, которую там Путин сказал на прямой линии. На основании этого ты действуешь. Empathy. Это почему ты так действуешь? Тоже user research ты провел, обдумал, это ментальную модель построил, спустился на уровень своих юзеров или поднялся. И вот почему ты так действуешь? Exploration. Это непосредственно анализ кто, кто, где, когда, как именно к этому подойти. Psychology, психология, experimentation, понятно, мы должны поэкспериментировать, сейчас creativity, должны проявить креативность, чтобы сфантазировать какую-нибудь хреновину и, ну там, сделать интерфейс и так далее, если мы говорим о разработке ПО. Finest. Должны мы это отточить, отдрочить, чтобы очень все было прям четенько, идеально и прекрасно, без ошибок, без сучка и без задоринки. Восьмой, философия. Чтобы все это на самом деле отвечало, так сказать, философиям, принятым в команде, чтобы все было хорошо заархитектурировано, было доступно, потому что мы просто, у нас в команде принято делать доступно, ну я имею в виду accessible, не доступно для нас, а доступно для пользователей, для всех видов пользователей, ну там, безопасности и так далее, то, что принято у нас в команде, должно тоже быть. Collaboration, мы должны работать в тесном сотрудничестве и это все продуктивно. Мы, как UX-единороги, ну и десятый execution, то есть, ну применить-то надо это все теперь, то есть, вот все навыки, о которых мы сейчас упомянули, так или иначе, они теоретические, а теперь вот реально взять и закодить, мы должны техническими навыками обладать для того, чтобы этим заняться. Ну, естественно, мы понимаем, что так не бывает, поэтому вы выберете для себя, так сказать, какие-то части, в них развивайтесь и будете T-shape-специалистом вот в той области, в которой вы хотите быть этим специалистом, потому что, ну, мозги у нас такие узкоспециализированные, нельзя быть ничем еще. Знаешь, у кого еще мозги узкоспециализированы? У тех, кто поставил логотип медиума новый. Да, я тоже увидел, что он радужный, мне тоже не понравилось. Это, ну, наше мнение, да, да, T-shape-люди, T-типа, это наше все. А другие статьи ты будешь рассматривать? А мне больше не нравится. А я насрал. Мне не нравится. Третья? Не, я к тому, что ты сказал, я что-то все посмотрел, ты говоришь, и там... Да, я все посмотрел. А рассматриваем мы вот конкретно вот это самое классное, Ну, я рассмотрел, так сказать, три из пяти. Угу, угу, угу. И они все примерно об одном. Ну, можно только поблагодарить Антона Экземплара за такую тему. Она неплохая. Я не знал этого термина, и вот мы теперь с ним ознакомились. Возможно, через 50 выпусков нам опять ее предложат. Мы говорим, а, что? Но мне больше понравилось про чайку UX. Согласись. Я сразу вспоминаю, что чайками в онлайн-РПГ называют тех чуваков, которые прибирают, прибегают, подбирают лут, убегают. Ну, просто дело в том, что это на пиратских серверах на старых актуально было. Сейчас ты когда начинаешь кого-то бить, то для других там этот моб, он становится сереньким, и с него они не лута, не опыта, ничего не получают, поэтому вот это вот чайковство, оно уже не работает. Но, опять же, бывает вот, когда, допустим, ты идешь, ну, как? шахта там какая-нибудь, я не знаю, суперторий, там, медь, бериллием. И ты хочешь, сейчас такое, я зачищу здесь пак страусов. Сейчас я вертолет сделаю себе. пак страусов зачищу и замайню ее. Зачищаешь пак страусов, в этот момент прибегает чувак, майнит ее перед тобой, и зря ты зачищал весь пак страусов. Причем ботом прибегает. Вот он чайка. Да, да, но чайки были еще и во дворе, которые, когда ты выносишь свой твикс, они хавают у тебя его. Говорят, дай откусить. Или воду. Да, что хаваешь? Или мячик. Да, у всех, у всех разное. Это тоже UX чайки. Да. Так, следующая тема. Ну-ка. От вармичка, вармичок прокомментировал. Если бы боги делали форму входа. До перегонки стараемся, поэтому. Но. The god lagging. Гоним. Тема достойная бабича, на самом деле. Но, в отличие от бабича, здесь нам ее написал чувак, который реально практически что-то делает, а не просто языком меряет. В смысле? это какие-то уже эти, нападки на бабича. А, я могу себе позволить. Почему бы и нет? Если ник ты нас слушаешь, извини. Не бежайся. Вот, есть, говорит, такое понятие, что меня, говорит, учили. Он просто здесь перед историей. Как же автора-то зовут? Есть в конце подпись? Нет? Хочу найти, хочу найти. Просто я, вы уже видите, что я люблю обращаться к автору, так сказать, и говорить, что вот тут нам там такой-то чувак говорит вот это. Джефф Этвуд. Так вот, Джефф. Говорит, что его учили в университете Вильджиния информатики. В 92-м еще он выпустился. Нехайно. В принципе, старичок. И я, говорит, получил только бакалаврскую степень, не получил магистратуру, потому что в магистратуре, говорит, очень сложно было с физикой и математикой. Я, говорит, не шарю. А вот информатику шарит, поэтому бакалавриат нормально закончил, ему понравилось. И говорит, мы когда алгоритмы изучали, нам вот всегда говорили, а вот какой был бы алгоритм Бога для этого? Ну, то есть, вот есть, допустим, нам нужно посчитать что-то. И вот Бог, если бы делал алгоритм, то все бы просто за один такт считалось сразу и выдавался результат. Просто instantaneous step. Просто ты бог, зачем тебе какие-то там шаги в высчитывании линейных уравнений? Ты просто за один такт делаешь, и у тебя сразу решение, и все. Круто. То есть, вот если с этой абстракцией думать, ну, по факту это, как было бы там, опять же, сферический конь в вакууме, сферический алгоритм в вакууме. Вот. И здесь он также говорит, вот мы хотели сделать форму логина у нас на сервере discourse. Я не знаю, что это, но какой-то вот сервис. И, ну, он когда, они именно форму логина, я сказал, да? Да. Царясики. Форму логина делают, и говорит, а вот как бы была бы божественная форма логина? Ну, и он как бы понял, что божественная форма логина, это когда ее просто нет. Когда ты заходишь, и ты уже залогинен. И зарегистрирован, и залогинен сразу, и все у тебя хорошо в жизни. Вот. Ну, говорит, конечно, это невозможно. Особенно, говорит, for us, потому что бог не один. Для жопы перевожу, как бы. Да, перевод с британского. Потому что бог не один из наших инвесторов. Шутит, шутит. Как же, говорит, мы все-таки вот сделали богоподобный, полубожественный логин experience на discourse. Ну-ка. Здесь, ну, он показывает форма, в которой есть логин, логин, create new account. И что, и там только один паспорт. Все. В юзере email or username. И тут он, на самом деле, пошагово идет. Вообще, говорит, очень круто сейчас, ну, как бы сделать логинку с соцсетями и так далее. Вот. И да, мы, конечно же, естественно, это сделали. Там, вон у нас пять кнопочек. Зайти через Google, Facebook, Twitter, Yahoo и GitHub. Кстати, Yahoo купили. Я не помню, кто их купил. Нам не предложили эту тему. Нам предложили ее в текстовом формате. Yahoo купили. Конец эпохи. Точка. Все. Чувак нам Telegram отправил, ссылку не приложил, поэтому рассматривать. Да какой-нибудь Microsoft, господи. Ну, ты можешь пока посмотреть. Вот. И он говорит, ну, об этом, говорит, вот об этих кнопках, так сказать, залогиниться с GitHub. Что, говорит, о них говорить? Поговорим о базовом вот этом experience, который у нас просто есть. User Parole. Во-первых, первое, это что вы делаете? Можно вход через e-mail. Вот, например, в WordPress, там, две версии назад, в 4.5, по-моему, это ввели, или в 4.6, не помню. Вход через e-mail, по умолчанию, возможно, раньше обязательно нужен был просто логин, веб-сайне там, элементар. А сейчас по умолчанию работает и почта тоже. Потому что почта, это то, что пользователь никогда не забудет. Потому что даже если он забыл пароль, ему надо на почту идти. Поэтому почта, это по умолчанию самая bulletproofная, так сказать, идентификатор. Даже если вы, хотите оставить, чтобы у него был логин, сделайте возможность заходить и через почту тоже. Первый пункт. Второй пункт. Нужно сказать пользователю, что e-mail не существует. Здесь, говорит, тоненькое. Вот, допустим, ты вводишь там мою почту misobakovepsine.ru и он тебе говорит, а такого пользователя нет в системе. И это же не очень круто, да, с точки зрения безопасности. Потому что так ты можешь проверять, какие e-mail есть в системе и начинать спамить. Ну да. Представь, вот допустим, есть worksobakaurobedesign.ru, кстати, пишите туда по поводу сотрудничества и вообще пишите. Есть, он зарегистрирован на сервисе Patreon. Так. С этой почты. Заходит чувак, спамер, ну, ботом, естественно, не обязательно, что он это сам заходит. в Patreon забивает базу мыл, ему где-то возвращается, он парсером просто приведет, типа, да, пользователь есть в системе, или нет, пользователя нет в системе. Ну, да, пользователь есть в системе, он не будет, он будет просто говорить, неверный пароль. А если пользователь нет, он говорит, пользователь такой не зарегистрирован. Все те мыла, которых, он говорит, неверный пароль, значит, люди зарегистрированы на Patreon, он отсеивает в другую базу мыл, и по этим мылам можно фишинговые письма, патреоновские слайд, типа, вау, там, вы, вам там задонатили, там, дохрена денег, перейдите по ссылке. Они переходят, вводят пароль, все, у них воруют патреоновский аккаунт. Точка. Да, но обычно же делают не то, что не зарегистрировано, имя и пароль, и непонятно, это есть или нет. А он говорит, что, ну, бывают такие сервисы, реально бывают, например, вот torrentday.com, трекер, там, когда ты вводишь несуществующий, он говорит, такой юзер не зарегистрирован, иди нахрен. Они не боятся этого дела, и он говорит, мы на дискурсе сначала думали, что, блин, это хреново, мы не должны палить, а потом решили, что, так сказать, дополнительные качества перевешивают отрицательные. Когда ты реально заходишь, и, а, это, да, я, наверное, здесь на другом мыле зарегистрирован, ты будешь хотя бы в другое мыло пытаться вспомнить пароль. А когда вот это, ввел пароль, в форму забыли пароль, вот если вы зареганы, то вам придет письмо, а если вы не зареганы, вам не придет письмо. И ты сидишь, письмо не приходит, и думаешь, вдруг у них просто тупит сервер сейчас, и мне как бы оно придет, и ты вот не понимаешь. Поэтому, вот лучше возвращать просто такого пользователя незарегистрированного и хрен с ним. И, говорит, мы сделали галочку в настройках, что если хотите, типа, скрывать, что, ну, говорить, что пароль, не знаю, короче, можно галочкой скрывать. Хотя, опять же, если ты уже там зареган, то что тебе уже галочкой скрывать? Ну да. бред какой-то, неважно, но так написано. The new default to let people know when they've entered an email we don't... А, ну, то есть, даже если зареган чувак, все равно говорит, что не зареган чувак. Вот, вот такую можно настройку делать. И пока я не вспомнил пароль, пусть страдает. Второе. Возможность... Вот эта вот форма регистрации и логина, они на самом деле ведь похожи. По факту практически идентичны. Поэтому, говорит, нужно сделать быстрое переключение между логинкой и сайнапкой. Гениально. Все, вот они сделали. В сайнапе еще есть дополнительный email, то есть, юзернейм, пасворд и email. А в логине просто юзернейм, email и пасворд. Ну, там галочка, еще хочу получать уведомления, но они реально практически одинаковые. Поэтому мы, говорит, сделали просто кнопками. И после этого нужно, чтобы слова не совпадали. То есть, допустим, есть sign up, sign in. Одно означает зарегаться, другое — зайти. Надо, говорит, выбрать разные слова, чтобы пользователи не путались. Мы, говорит, остановились на register для регистрации и sign in для входа. Можно, говорит, также использовать register и login. Мне вот login больше нравится, чем sign in. Согласен, кстати. Это мы уже свое мнение высказываем. Так вот, и здесь он приводит статистику, что вот в США больше sign in используют. Ну, а в UK, ну, наверное, login и login, если сравнить с пробелом и без пробела, то будет больше, чем sign in. Так что вот. Потом должно работать с менеджерами паролей. В том смысле, что дефолтное поведение запомнить пароль, во всех, говорят, браузерах хотя бы протестируйте, чтобы понимать, насколько у людей будет вот этот экспириенс запомненного пароля. И вот сейчас, Никита, интервью. У тебя запомнены пароли на сайтах? Да, да, браузером. Ты не бережешь безопасность с этим? Я, да, к сожалению, я насрал. Я тоже. И даже прям вот цинично насрал, чуть ли не можно зайти ко мне и посмотреть. Ну, нет, нельзя, конечно, зайти, там, пароль ввести от iCloud Keychain. Ну, ты так насрал, что у тебя все двойная аутентификация везде стоит. Это да, это да. Но пароль запомнен. Второе, нужно, ну, какое второе уже, хрен какое, восьмое. Нужно обычные ошибки, которые пользователь допускает, предотвратить. Например, включен, если капслок, написать снизу, включен капслок. Потом сделать вот этот глазик классический, на который ты нажмешь и посмотришь, какой пароль введен. Кстати, есть нативная поддержка этого у Input Type Password в Safari и в Internet Explorer по бреду. Два браузера, которые хренососят больше всего, поддерживают вот такие важные штуковины, которые с точки зрения UX крайне круты. Кроме этого, возможность вот это вот выбрать сильный пароль, она с точки зрения автора должна присутствовать, с точки зрения Джеффа. Он приводит, как пример, дропбоксовскую хреновину, где вводишь пароль, там пишет Very Weak, Weak, So So Good, Great. Ну, в WordPress тоже с какого-то момента такое есть, хотя алгоритм не всегда понятен. Мы с тобой обсуждали статью в этом подкасте, может быть, выпусков там с 50 назад, видимо, тогда же, когда UX Unicorn на первый раз обсуждали, о том, что в сущности неважно, какие вы там символы используете, цифры заглавные, главное только длина. Это базар и нет. Вот. А в WordPress нет. Там надо именно разное, и когда ты просто делаешь много-много букв, он опять говорит, что у тебя Very Weak. Поэтому бывают вопросы к этим алгоритмам. Потом есть библиотека, называется 10 000 Most Common Known. Когда ты вводишь пароль, типа QWERTY, он тебе говорит, блин, чувак, у тебя пароль в 10 000 топе самых популярных паролей. Иди и смени. Так что вот да. Потом не забудьте навигацию клавиатурную, вот это мое любимое. То есть чтобы таббаться можно было между инпутами, чтобы это корректно работало, и люди, которые быстро печатают, таббаются, они могли с помощью только клавиатуры без мышки осуществлять навигацию. Вот я за это прям подпишусь, это мой любимый пункт здесь. Дальше нужно лимитировать количество попыток входа, например. Так. Ну да, наверное, с точки зрения безопасности это прикольно. Хотя, конечно, бесит бывает. Если ты три раза забыл язык перевести. Ну три, это мало. Ну десятку. Вот он здесь пишет, что мы три раза сделали, говорит, вся на, как там их называется, дискурс. Ну слишком тоталитарно как-то я считаю. Все, конец. Он говорит, вообще, если что-то забыл я, то пишите. И тут у него комментариев, как на хабре, больше, чем сама статья, 103 ответа. Поэтому, видимо, он что-то таки забыл. Не, видимо, он какой-то известный чувак, как минимум. А как максимум, на самом деле, называется-то the god login. Он кофаундер Stack Overflow. Какой-то известный чувак. Какой-то известный. Он сказал, что это божественный логин, но в итоге мы получили обычную логинку. Ну слушай, зато все предусмотрено. Обычную логинку, пять звезд, все включено плюс. То есть, не трешечку беспонтовую, в которой максимум можно зайти под угол учеткой. А прям вот фулл фарш. Кстати говоря, про Yahoo возвращаясь, у меня все еще открыта эта новость. Еще год назад, в июле, было известно, что их покупает Verizon. Но вот спустя, видимо, год. Видимо, сделка завершилась, там же это не быстро. таки купили. Или как у нас принято в Советском Союзе называть Verizon. Verizon. Слушай, Verizon, мы, возможно, год назад даже это обсуждали, как UX и Unicorn, но уже забыли. Да. Все, я закончил с дизайном. Отлично. Дизайн закончился, поэтому светские новости. Светские новости, господа. На перегонки делаем подкаст. На перегоночечки. У нас сейчас с Geek Times тема, которая называется «В Думу внесли законопроект о запрете анонимайзеров и сервисов VPN». Серьезное заявление. Как мы знаем, как мы знаем, сейчас в России очень многие сайты, которые раздают нелегальный контент какой-то, например, торрент-трекеры, например, какие-то сайты для взрослых. С экстремистским содержанием. С экстремистским, конечно же, запрещают. С экстремистским содержанием. Да. Они заблокированы у провайдеров при помощи определенных законов, которые вносятся в Думе. Так вот, теперь в Думе поняли, наверное, посмотрев на опыт недавно заблокированных торрент-трекеров, поняли, что все люди в России научились обходить это. Я думаю, знаешь как, когда Порошенко запретил ВК, ему же Герман Клименко ответил, да, запретил, и что, мы через ТОР все будут у тебя заходить, дурак. Ну. И депутаты Госдумы услышали Германа Клименко. Нашей, да? Да, и сказали, как? А что, можно что ли обойти, что ли, что ли, что-то? И начали себя на телефон вот так вкруговую снимать. Да, да. Короче говоря, они вносят уже там чё, кого, законопроект на рассмотрение пока, пока рассматривают, не бойтесь, что все, чё, предрасположено к тому, чтобы можно было обойти эти блокировки, то есть ПО, какие-то программы, будет также заблокировано, то есть заблокировать, заблокирующее, разблокирующее, вот так вот. И слушай, знаешь чё, я начинаю бояться за многие ресурсы, например, они же таким образом могут заблокировать, например, Google Store, Google плагин, хреньку, то есть вот, например, есть же обходные плагины для Гугла. Ну да, воплые. Не только Тор, не только Тор они могут заблокировать. Конечно, конечно. Вот, а всякие различные плагины для VPN, и, соответственно, они могут так заблокировать, что у нас останется, что мы останемся без Chrome браузера, например, вообще, без живого. Мне кажется, они заблокируют вот этот Chrome Extension Store. Ну то есть вообще без плагинов будем сидеть. Ну да. Это смелое решение, я считаю, с точки зрения Думы. Они как там собирают. Но это пока на рассмотрение. Я сомневаюсь, что они всё предусмотрят. Возможно, к ним климены, чужесные сходицы. Есть ещё вариант, что просто это будет названо нелегальным, так скажем, но никто за этим смотреть не будет, как обычно в России делается. Возможно, да, да. Вот. Поэтому, господа, трепещите. Поживём, увидим, но вообще есть такая технология i2p. Угу. Вот она тут в списке не используется, не указывается, как то, что будут блокировать. Будем надеяться, что она останется ещё. Хотя, конечно, она кудрявая, её хрен настроишь, но она есть. И надежда тоже есть, и она умирает последней. У тебя следующая тема про твиттер. Вообще, я, чтобы ты понимал, у нас одна из статей сегодняшних у меня только через ТОР открылась. У меня, кстати, всё. это твоя. Это твоя. моя, моя. Следующая про твиттер. Статья на blog.twitter.com. Её пишет какая-то старая порнозвезда. Какая-то Grace Kim, да, из 80-х, как спасатели Малибу. А она, между прочим, Vice President of User Research and Design, твиттер. Но в прошлом? Хорошо. Так, ладно. Видимо, да, видимо, с интересным прошлым. В том году мы как бы уже это, обновили наш бренд, видимо, на Android, потому что она здесь говорит, что теперь мы сделали на iOS-нике, и как бы теперь у нас как на Android. Так. Весь фидбэк, говорит, мы собрали, все идеи, и сделали наш продукт прям более быстрым, лёгким и простым для использования. То есть она тот самый UX-дизайнер, типа. Угу. T-shaped, возможно. Вот, говорит, наш новый лук. Ну, вы видите здесь гифку, в которой, ну, теперь снизу не пять кнопочек, нету кнопочки профиль, например. Теперь профиль вынесен слева вверх в виде аватарки небольшой. Туда можно нажать, и там будет некоторая off-canvas navigation. То есть, грубо говоря, выезжающая шторка сбоку, в которой там все фолловинги, профили, списки, moments, настройки и так далее. Не такое сильное изменение, которое на самом деле стоило бы обсуждать в подкасте, но мы почему-то обсуждаем, да? Я просто увидел на этой гифке для себя картиночку MLB. Я недавно совсем были стримы, некоторые чуваки стримили электроник-картсовскую MLB 2017. Так. Я немножко сидя... Ты расскажи людям, которые не в курсе, что это про бейсбол. Это бейсбол, это лига, национальная лига бейсбола американская. Так. Я сидел с пивасиком, и это идеальное шоу, на самом деле, если ты хоть чуть-чуть начинаешь вникать. Это знаешь, как в керлинг. Угу. Ты изначально думаешь, что это просто девочки раком орут? А, давай, давай! Три-три-три-три-три! Да-да-да. А на самом деле, это отличная игра, замечательная. Можно понять правила и кайфовать. Мне нравится. И также MLB. Ты сидишь, понимаешь... Ты сначала не понимаешь ни хрена, кто до какой базы бежит, и кто там беттер, а кто там хренеттер, кто кетчер, или как его там... Не готовьте ответить, я не вникал в... Питчер, питчер. Питчеры есть, это стопудно. Вот, да. Значит, а потом ты начинаешь, кто до какой базы бежит, ты уже сидишь с пивасом просто. И тебе вообще нормас. И вот, собственно, MLB. И я так понимаю, сама порнозвезда бывшая, Грейс Ким, возможно, тоже интересуется MLB Янкис. Как сыграли Янкис? Похоже, потому что раз ей это советуют... То стопудово. Там, кстати, у нее есть советуют вот эти картиночки, которые можно... Ты когда картинки в твиттер выкладываешь, можно на них теперь стикеры же лепить. Да, как в инстаграме, слезки, тучки. Это вот поиграться чуть-чуть. Согласен с тобой, что он дейли бейсис такое делать, это, конечно, камон. Ну, давай дальше, что там еще? В общем, у меня не появилось нахрен этого все еще. На iOS-ники, я не могу вам сейчас кричать, охать, ахать. Да у меня появилось, и знаешь, насрать. Ну, и появилось, и классно. Меня не раздражает, и прикольно достаточно все. Они говорят, теперь меньше снизу этих кнопок. Да меня как бы и профиль снизу устраивал вполне. По факту, только это сменили. Ну, ладно. Кроме этого, в твиттерном приложении открывается Safari WebView, теперь, сайты. Типа быстрее открываются статьи и сайты. Вау. Третий пункт. Шрифты сменили. Поиграли со шрифтами, все более, так сказать, четенько, хорошо. Заголовки более жирные, на них легче сфокусироваться. Все профильные картинки теперь в кругляшочек. Ну, так, опоздали лет на пять с трендом, с Bootstrap-овским, который просто Image Circle класс накладывал. Ну, да. Теперь у них, да. Почему-то для них кажется, что более понятно стало, кто пишет. Ну, может быть. Более интуитивные иконки. Например, новый твит теперь выглядит не как, ну, вот там, бумажечка с карандашиком, а как перо теперь он выглядит. В эпоху Пушкина мы возвращаемся на гужевых повозках едем в твиттере, пишем. Не в автомобилях наших комфортабельно. Я сразу скажу, что они оставили вот анимацию сердечко, когда лайкаешь. Ну, конечно. Да, это UX. Понимаешь, с чем дело? А для меня это немножко странно, потому что у них такой теперь сухой твиттер, такой сухой сушняк, но вот эта анимация, она такая Ты имеешь в виду, выбивается. Там просто новых добавили. Переход между вкладками и то, они теперь игриво переходят. Не просто, так сказать, fade in, fade out, а как-то подпрыгивает, что-то там, подписькивает. Это все такое. На... Ну, у тебя скоро привалится, ты посмотришь. Да, на приложениях и в iOS'нике, в Android'е теперь твиты сами обновляются. То есть, вот если ты смотришь какую-то переписку и кто-то пишет прям при тебе, у тебя прям сразу это приваливается. Ага. Ну, веб-версию, кстати, тоже сменили. Ее сменили интерфейсно, но именно лайф-апдейтс не появились. Там по-прежнему вот это вот сплое. Пять новых твитов, которые ты должен нажать, развернуть, тогда обновиться. Возможно... Вот, кстати, на Кубке Конфедерации, который сейчас идет, футбольный, там ввели видеоповторы. Ага. И это вот навье для футбола, и я вот против этого. В смысле, а что там всегда же повторяли? Или для кого для судей? Именно... Да, да. Как в хоккей. То есть, как обычно, дяденьки пошли смотреть видео. Да, да, да. Смотреть телевизор. Дяденьки пошли смотреть повтор. Ну, ну, ну. И уходит вот эта вот вайлдность футбольная. Уже нельзя бы сказать, ну, слушай, ну, там же не было офсайда. Ну, слушай, ну, это футбол, да? Это игра, как бы. Ну, не заметил судья. Все были равны перед тем, что не заметил судья. А теперь вот все уже роботизировано. И это мне не нравится. А недавно этот бокс был. Душа уходит. Слышал, бокс был. Уже по мужика. Недавно бокс был кого-то там нашего русского чувака с это... И он в восьмом раунде, ну, не русский наш чувак, а другой. Его враг. Враг! Он его... Или нокаут, поправьте меня, кто любит бокс. Он его или нокаут, или нокдаун. Нокдаун, это когда закончится. Вот он его вырубил в восьмом раунде. Наш лег в восьмом. И судья зачитал ему поражение. Хотя, вроде как, тот то ли встал сразу, то ли чё-то, и, короче, оказалось, что это, типа, технически не то, и судья потом извинился. Обычно же, знаешь, судьи, их не переспоришь. Ну, конечно. Судья всегда прав. Я так вот считаю. Всё, да, да, да. А тут он извинился чуть... Мне кажется, они будут передираться. Ну, слушай... Передираться. Просто, видишь, извинения на хлеб не намажешь, поэтому... Ну, да, но... И на хрен не наденешь. Бой, видимо, будет заново повторяться, потому что... И за другим судьёй, скорее всего. Этот уже где-нибудь на пенсии. Ну, короче говоря, футбол уже не торт. И вот, мне кажется, твиттер уже не торт, пока ты вот это вот не сделал pull to refresh. А я напомню, весь UX-паттерн потяните, чтобы обновить, его придумал тот чувак, который изначально придумал твитти. Тот клиент, который лёг в основу нынешнего твиттера. Ой, так это что это? Они убрали основу? Основу? Ну, они не убрали, обновлять-то можно. Тут именно конверсейшены обновляются сами. Угу. Ну, ладно. Но это ты, мне кажется, очень глубоко смотришь. Счётчики ретвитов тоже сами теперь растут. Короче, я жду, когда у меня обновится. Я каждый день пользуюсь твиттером на телефоне. Для меня это прям вот инструмент. Может быть, тебе как-то нужно перезагрузить что-нибудь по мужикам? Кэш почистить? Почистить кэш какой-нибудь. Переустановить приложение? Не знаю. Может быть, но вообще твиттер всегда всё волнами выкатывает. Поэтому я уже привык, что я в первые волны не попадаю. Как с отключением горячей воды. Да. Я в последней волне, поэтому вот тут то же самое. В августе тебе там вместе? В августе приедет. Сначала я буду ковшечками мыться, а потом твиттер буду читать. Следующая тема, это как бы из трёх тем. Фронтендер нам предложил в рубрику НП, и, конечно же, Саня его ослушался. А, возможно, это ещё в бухгалтерии у нас там ослушались, когда документы рассылали. Они это засунули нам в светские новости. Ну, вот, по-моему... НП — это, чтобы понимали, научпоп. Да. Может быть, НП по-другому как-то расшифровывается, типа «Никите, пожалуйста». В рубрику «Никите, пожалуйста». Или в рубрику... В рубрику «Никита, пидор», возможно. В рубрику намного проще, я не знаю. Но, смотри, три темы сразу. Они никак между собой не сочетаются абсолютно. Абсолютно никак. Первая тема про недавний мем в среде веб-чуваков. Это про то, что, оказывается... Нам, кстати, извини, перебьют дважды, предложили. Те, кто пользуются... Вы сейчас все узнаете. Вы сейчас все узнаете. Те, кто пользуются, говорит, пробелами при программировании, они получают больше, зарабатывают больше, чем те, кто используют табы. Табуляцию. И это на Stack Overflow реально, чуваки... Это для... Ну, вы поняли. Для обозначения white space у себя в кодах. Да. Реально, чуваки на Stack Overflow провели расследование, исследование, анализ данных глубокий. Big Data. Хотя, на самом деле, там не очень big. Не миллионы, тысячи всего людей, ответивших там на вопросы и на какие-то там... В общем, типа исследования. Проведенные над ними исследования. Короче, показало то, что как ты не крути, вот общая идея, как ты не крути. Так. Только те, кто пробел, пробелычи, они больше получают. Вот что хочешь делать? И сразу вот говорится об этом. Смотрим. Во-первых, смотрим на первый график. Мы, говорит, провели исследование бла-бла-бла и посмотрите на график. Тот, кто пользуется пробелами, получает больше бабла. Вон как красная линия, кривая, растет. Заметьте. Те, кто пользуются и пробелами, и табуляцией, они абсолютно равны табам всегда почти. Вот. Идем дальше, идем дальше. Но я, говорит, подумал. Ну, слушай, ну окей. Может быть, это знаешь почему? Потому что те, кто, например, табами пользуются, они в более, так скажем, в менее развитых странах находятся. Например, в Индии. Бывают такие страны, да. Например, еще где-нибудь. Вот. И просто у них зарплаты меньше, понимаешь? И тогда это, в принципе, логично было бы. То есть, ну просто у них как правостороннее движение, они пользуются табами, ну такие отбросы общества. Согласен. Это уже прям клеймо. Да. А значит, он разложил по странам. Он взял и разложил по странам вот эти все исследования, и оказалось, что на самом деле в любой стране те, кто про белочи, получают больше. Вот любой. United States, Индия, United Kingdom, Кеннада, Джомани и Азер. Знаменитая страна Азер. А Азерчане в ней живут. Да. Азерчане. Азеряне. И вот, значит, неважно, в какой бы стране ты ни был, про белочи это богатей, а табычи это бомжи. Я вот табы, к сожалению, использую. Ну слушай, Можно стоит что-то пересмотреть в жизни. Подумай, подумай. Потому что он дальше идет, пошел дальше, говорит, но может быть это специфика какая-то языка, знаешь, допустим, те чуваки, которые типа девопсы, они там в своих девопсских штучках пишут, табы ставят, а они бомжи, например. Или там те, кто кодит на Пайтоне, они наоборот богатей, ну и так далее, ты понимаешь. Я понимаю. Он разложил и сделал некую медиану, и вот тут, вот этот следующий график, я, если честно, не вырубился в него, вообще вот, в него сложно сразу вот взять и вырубиться. Здесь как бы по оси Х медиана заработка чуваков, которые используют табы, а типа по оси Y медиана, короче, заработка чуваков, которые используют пробелы. И как бы кривая растет, типа их заработка, так скажем, независимо, то есть, неважно, какой они используют язык и какой у них тип разработки, независимо от этого, их как бы пробелы растут, медиана, вот их заработка по пробелам растет, так скажем, по отношению к табычам. Не сразу врубаешься, да, в график? Я вижу, что линейно довольно-таки это происходит. Линейно. Я вижу, что PHP как бы не меньше всего получают, но в любом случае пробельщики PHP-шные больше, чем табщики PHP-шные. Вот это нам пытаются объяснить. Нам пытаются это объяснить. Опять же, там, если вы хотите типа сами ответить на вопрос, как я понимаю, на опрос, видимо, или что там дальше, он говорит, типа, то вот есть вот некоторые аргументы, по которым мы считали, он просто говорит, или типа, вот мы по таким факторам проводили опросы, так скажем, и исследования. И дальше, дальше этот чувак подводит итог. Все-таки пробелычи, это господа, которые имеют больше бабла, в зарплатах, чем табычи. Несмотря на, ни на какие вообще. Как я не поворачивал грид графики, как не вертел, как бы я срезы там не убирал, никакие там погрешности не добавлял, все равно пробелычи богатей. В среднем на 8,6% богатей. Да. И в итоге он говорит, ну если вы, говорит, мне не доверяете, я там CSV-шки полностью выложил, возьмите и свои программки вставьте и покрутите. Вау. Data Scientist, такой оверфлоу, Дэвид Робинсон. Ну, им и положено там, в такой оверфлоу, быть Data Scientist, Добавляйте его в Инстаграме. Короче, дальше следующая тема, если честно. Если честно, если вы вдруг всю жизнь, как мы с Саней, пользовались iOS на телефонах, то от следующей темы, возможно, у вас будет какой-то, знаешь, в животе немножко заурчит. Или, может быть, вы пойдете, ну, в туалет посидите. Возможно, вы даже, как бы, будете с ним... Ты подожди, вот это сидение в туалете до того момента, когда у нас перерыв будет в подкасте. Хорошо. Ну, а тем не менее, если вы вдруг хотите очистить свой кишечник, и вы iOS-пользователь, то вот эта тема для вас. Обзор операционной системы Sailfish, Bricksophone, написано. Это все там же, в научпоп, типа, нам предлагает Frontender. И он говорит, что оказывается, недавно почта России закупила 15 тысяч смартфонов на Sailfish, на вот этой вот системе, на борту. Так. Вот. Говорит, вот есть такая Sailfish, какая-то разработка, такая, интересная, которая используется, видимо, как импортозамещение. И хочется даже прочитать немножко предыстория нативных устройств Sailfish днем с огнем не сыщешь, написано. Единственное устройство в продаже, которое я нашел, Index Aquafish, уже названия хорошие, да, идут? Коллега Индус любезно привез мне этот смартфон из отпуска. Стоит чуть меньше 100 евро, уже цены хорошие, да? Поэтому брал поиграть и выкинуть, если не понравится. Предыдущим моим телефоном был, внимание, Open Plus One. Ну, это HTC, наверное, не Open, а OnePlus. OnePlus One, да, извините, OnePlus One. Это, слушай, намекает, это... А, нет, это не HTC, это фирма-то вот эта вот. Китайская, я чувствую хал. Мы с тобой это, опять же, выпуска 50 назад. Мы уже опорожняли кишечник, да, по поводу этого. Да. Просто это напоминает новое название Xbox'а. Не Xbox Scorpio, Xbox One X. Скоро будет Xbox One X, Xbox One X, вот так будет. X. X. Да. С прошивкой, обрати внимание... А Корп-то когда выйдет? По мужикам уже? Все, это... Все, Scorpio теперь называется Xbox One X. А-а-а. Они просто... Название другое. Это было как бы в работе у них назывался Scorpio, для хайпа, видимо. А в итоге это Xbox One X. Хорошо. Короче, прошивка называется Lineage. Тебе уже нравится? Lineage 2 бы мне, Chaotic Chronicles бы понравился. Ну, тебе бы, наверное, World of Workers все-таки прошивка понравилась. Это... Конечно. Ты открываешь, а у тебя Трал присутствует. Тебе приветствует. Мне Лактаро Гарс, сразу говорят, просто и все. Короче, говорят, чувак попробовал Sailfish. Угу. Давайте проследуем по его скриншотам и по ржам. А не подкатами, я правильно понимаю? Конечно, конечно. Чтобы ваш трафик, если вы вдруг с Sailfish'а сидите, не жрали. Рабочий стол говорит, изначально чист. Нет ни иконок, ни постоянных виджетов. Откроем. Посмотри. Запущенное приложение... Уже не чист. Уже не чист. Запущенные приложения остаются на рабочем столе в виде миниатюр. У миниатюр могут быть кнопки управления, то есть рабочий стол это быстрый просмотр активных приложений. Как тебе? М? Прям быстро. Он запалил, что он в Минске. Может быть, он в Реггинсбух. Я жмяюсь. С рабочего стола приложение можно закрыть поодиночке или всем скопом. Вау. Дальше смотрим. Пальцем снизу вверх показывают все установленные приложения. По сравнению с андроидом, сначала нужно выйти из текущего приложения на рабочий стол и экономиться одно действие. Господа, те, кто слушает подкаст в iTunes, пожалуйста, не пожалейте своего времени. Sailfish – отличная система. Посмотрите, как она выглядит. Посмотрите, как здесь выглядят иконки оригинально. Здесь по лебедю. Судя по всему, должны были... Дизайнеры играли со шрифтами, потому что у некоторых буквок есть уголок. Вот здесь у некоторых иконок есть уголок. У некоторых два, у некоторых четыре. Посмотри, как интересно реализовано управление в нативных приложениях. Он и так пишет. Интересно, говорит. Посмотри. Илона, например, введено. Посмотри фотографию замечательной Илоны. И посмотри, как большие, огромные буквы расположены. И удобно же печатать. Можно же своей бабушке купить на Sailfish. Да, клавиатура даже не QWERTY. Просто по алфавиту написание. Просто АББГ. И легко будет абсолютно разобраться, например. Вот. Что здесь еще? Что здесь еще? А вот работа приложений друг с другом. Обратите внимание, Sailfish локализован на русский. Я рад. Кстати говоря, знаешь, некоторые вещи импортозамещения меня расстраивают. Вот, например, карты Mir, которые типа как Visa и MasterCard. Ведь ты не можешь ей нигде заплатить. Например, на Amazon ты не сможешь Mir расплатиться. На Amazon нет, а в Spar'е, например, уже можешь. А еще где? Ну, у нас, короче, уже можешь везде. А в интернет-магазинах? В Озоне? Не пробовал. Мне нету Mir карты и слава богу. Вот именно. Продолжим. Смотри дальше. Смотри дальше. Что здесь еще есть? Севастополь. Мы не будем это смотреть. Это у нас закроет наш подкаст. Да, клавиатура в ландшафте можно разделить пополам. Смотри, удобно, опять же. Есть предиктивный, этот предиктивный набор. Терминал есть, как и у всех андроида-фонов. У Sailfish'а есть терминал, и можно в нем жить табами или пробелами. Отступы делать. Вот. Короче говоря, очень интересная такая разработка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы любитель вот таких вот тем, и больше не появляйтесь, пожалуйста, здесь, в нашем подкасте. Апдейт. Забыл рассказать про Killer Fitch. Если при повороте устройства держать палец на экране, так, или что-нибудь другое, то изображение на экране не поворачивается. Я люблю почитать лежу на боку, поэтому мне это очень важно. Классно. Классно. И последняя тема из вот этого стака тем, который в рубрику НП. «Даешь каменной тетрадке туалетную бумагу, ох уж эти японцы», написал нам фронтендер. Здесь на каком-то Булумерк, на каком-то Булумерк, а, это Булумберг, собственно, сам, это сам Булумберг, такая замечательная тема про чувака, который действительно верит в будущее, про некого Нобиоши Ямасаки. Вы видите фотографию его? Вижу. Вот. Собственно, тот, кто сделал фотографию, его зовут Томахира. Главное, чтобы не Томахира. Да. Короче говоря, оказывается, оказывается, бумагу можно делать не только из деревьев, и Нобиоши, он нам говорит, что бумагу можно делать из камня. При помощи охрененных там соединений, досвидосных. Какие-то там огромные, огромные, на самом деле, килограммы камня, полиолефина, если их там соединить при определенном соединении, можно сделать охрененную бумагу. Вот, например, для кредит... Посмотри, не для кредиток, а для визиток. Вижу. И, говорит, я, говорит, задолбался годами. Мы бесплатно работали у себя там в Японии на каком-то суперзаводе. Говорит, просто бабки я ввалил, говорит, и в производство, и на зарплату, и на станки. Все это покупал, и вот теперь я могу вам с гордостью представить, что у меня получилось разработать вот эту вот каменную бумагу. Лимекс пейпа. Лимекс она называется, если что. Она ни хрена не мочится, не дрочится. Вот. Она вообще очень классная такая прям... То есть она... Я боюсь представить, что если мы скоро будем с такой бумагой... Вот представь, что ты где-нибудь на даче сидишь, пошел в туалет на даче. У тебя газета из такой бумаги состоит. Ну, ты ее начал сворачивать. Она не... Как ты будешь... И ты порезался сразу себе. Как ты? Вот именно. Как ты будешь? Ну, это ладно. Это полбеды. Кроме этого, посмотрите, обратите внимание на станки, которые выкатывают бумагу. Отличные, да? ТБМ. Я не знаю, как выглядят те, которые выкатывают обычные, поэтому... Ну, пусть будут отличные. Представляете, какой кабель питания там слева к нему подходит? Сколько жрет киловатт? Это хреновина. Согласен. Слышишь, камень раздавить в бумагу. Кроме этого, кроме бумаги, он еще и Лимекс пластик придумал тоже вместе с камнем. Сделанная очень классная тема. Возможно, когда-то мы все перейдем на это. Хотя, мне кажется, это так и останется японская разработка. Мы продолжим рубить деревья и насырем на это. Просто, скорее всего, это очень дорогая разработка с точки зрения построить фабрику, развернуть это все. Это очень сложно и так и останется, скорее всего, у Табиоши там дома. Набиоши. Вот он пишет, что в принципе, он до хрена денег поднял. 9,1 миллионов долларов недавно ему задонатили, так сказать. И до 2020-го у них, так сказать, денег есть. Ну, на самом деле, нет. Они планируют разместиться к 2020-му, видимо, на биржах, где-то торговаться, как-то что-то это. Но это мы не шарим в этих вопросах всех. Нам другие люди бы это объяснили. Думаешь, надо вкладываться в камень? Или в Лемекс хотя бы? Мне кажется, что это интересно, по крайней мере. Но раньше 2020-го все равно не вложим, пока они там не разместятся. Ставь лайк, если ты вытираешь жопу камнем. Но я так думаю, это... Как это сейчас скажу-то? Ну-ка. Инновационно. Во. Как и сейлфиш. Сейлфиш. Да. Да. Что, будем отдыхать? Конечно. Надо отдохнуть. И я уверен, что вы, наши уважаемые слушатели и зрители, отдохнете вместе с нами. Поставьте нам лайк, напишите комментарий. То, о чем все время хотели нам сказать, но стеснялись. Вот не стесняйтесь, потому что мы сейчас тоже не будем стесняться. Во время перерыва увидимся после паузы. Лол, кек, чебурек. Я вам хочу напомнить перед тем, как у нас начнется разработка, что все-таки есть qwpdesign.ru slash smartape страница, которая ведет вас в рай хостинга. Вот просто Адам и Ева проснулись с утра, их друг Белез гордился хостингом, smartape. И понимаешь, и мы тоже с тобой гордимся им, правильно? Согласись. Я прям всем даже бродягам на улице рассказываю. Бродяга Любви Казанова? Естественно. Ну, давайте, для тех, кто не понял, вдруг вы новенький чувак таки думаете, что они несут? Есть такой замечательный хостинг smartape, и на него можно зарегистрироваться. Он очень доступный, он очень классный, там суперподдержка. uvpdesign.ru slash smartape вы и нас поддержите, тем самым зарегистрировавшись по нашей реферальной ссылке. И попробуйте, просто попробуйте этот классный хостинг, современный. У них есть бесплатный период. Можете прям попробовать, попробовать. Вот, поэтому дерзайте. Заранее спасибо. Вот, Никита, если smartape это рай, то что является запретным плодом? Я думаю, что WPS-ка, конечно же. Согласен, я предлагаю не развивать тему. Крис Койер нам говорит, начинается разработка, и Крис Койер нам говорит о том, что надо, говорит, сделать массаж нашей дейты. Прост дейты? Нашей? Прост дейты, ну. Мы, говорит, на шоп-ток-шоу, а есть у них такой подкаст, там, у Крисов-то Койеров. Я думаю, это он просто что-то с мужиками бухает на каком-то шоу. Не-не, шоп-ток, это именно так называется у них подкаст. Они там, опять же, про веб говорят. Слушай, он, по-моему, чуть ли на Саундклауде выкладывается, да? Не готовьте сказать. На конкретно на сайте шоп-тока точно выкладывается shoptalkshow.com. Может быть, дополнительно на Саундклауде. Я, ну, просто не в курсе. С Дэйвом Рупер там вместе они его делают. Неважная информация абсолютно. Но у них там и на самом деле вот он говорит, хочется работать с чистой информацией, которая выверена, как-то поделена на структуры данных и логически обоснована. И мы вот, говорит, в классическую ловушку WordPress-овскую упали, просто все помещали в контент. Как мы вот, когда первые сайты начинали делать, у нас все прям дивы с классами были все в контенте и все. и ничего на самом деле, ну, как бы нет. Это были динамические сайты, мы могли их менять там в админки и так далее. Они брали данные из базы данных, простите за это автологию. Но никаким Clean Simple и Clear даже и не пахло примерно. поэтому у Криса Койера видимо все еще было так. И он решил, что ну, надо как-то разделить, так сказать, отделить зерна от плевел. Перед этим они использовали Markdown для того, чтобы все было более убористо. Но это не меняет того, что они просто вводили кучу текста, с которым неохота работать как с текстом. Хочется работать со структурами данных, которые логически подходят, с массивами, с объектами, разделить какой-то большой массив текста на несколько переменных, так скажем, и более удобно их менять. И мы, говорит, весь наш контент, который был в каждом выпуске подкаста, проанализировали и выбрали, что же можно выделить в отдельные поля. Использовали они, естественно, Advanced Custom Fields Pro, про который у нас есть ролики на канале. Можете посмотреть, попробовать это плагин, у него есть бесплатная версия, есть платная. Они нам ничего не оплачивали, никакой рекламы, это мы просто говорим, так сказать, по существу, потому что это реально круто. И, говорит, дело здесь даже не в WordPress, в любой CMS есть такая беда, что пока ты какие-то данные не структурируешь, они не будут, мать его, структурированы. Это логично. Вот, говорит, какая нам нужна структура. Но я не буду здесь перечислять все его поля, то есть некоторые вещи опциональные, некоторые обязательные. И, мы, говорит, в принципе, даже вот если все вот это вот разделить, не так все идеально у нас есть, потому что, а вдруг, допустим, вот мы каждый раз гостей одинаковых приглашаем. Вот есть выпуск там условный, я не знаю, 129. И мы Валерия Меладзе пригласим вдруг. Да. И в 130-м опять Валерия Меладзе. Получается, если мы просто будем хранить и там, и там поле гость, то мы будем дублировать его. И там, и там Валерия Меладзе будет отдельной сущностью в базе данных. Нельзя будет создать условного Валерия Меладзе и его подстегнуть просто и туда, и туда. Или, например, Виагру к нему. Или отдельно Анну Седокову только из Виагры. Всякие бывают варианты. Ну, на самом деле, забегая вперед, можно было бы это сделать, если бы Валерия Меладзе был таксономией. Был таксономией гостей, и можно было бы выбрать. Ну, просто, наверное, не так часто у него попадаются, что одинаковые гости, поэтому он решил это хранить все-таки полями. Ну, вот Advanced Custom Fields говорит, есть поле репитер, например. Повторитель, оно называется в русской версии, и оно позволяет сделать, так сказать, поле внутри поля. А именно, ну, то есть, грубо говоря, у нас есть какая-то схема гость, и гость состоит из пяти полей. Там, имя, там, ну, собственно, что я какая-то, вот есть имя, ссылка, твиттер, изображение и краткое описание. И поле репитер позволяет вот эту вот шапочку, так сказать, табличную хранить столько раз, сколько нам надо. Блин, дерьмово, объясняю, ну, короче. Что-то я, да, что-то я не вырубился пока. Вот ты, есть у тебя подкаст номер 130. Угу. Ты доходишь до поля гостя, и ты плюсиком можешь добавлять гостей. Ну, могу. И в каждого добавленного гостя ты все пять полей вписываешь. Ага. Все. Вот, it's that simple. Ты просто вписываешь гостей, а потом выводишь их в цикле, у тебя это получается массив гостя. Угу. Ты его распарсиваешь и выводишь там имена, ссылки, твиттер. То есть у Седоковой будут те же самые поля, получается, что и у Валерия Меладзе. Да, да. Ты можешь их либо заполнять, либо не заполнять, если там какие-то из них опциональные, какие-то нет. Но по факту, да, ты просто плюсиками накидываешь гостей, и ты не копируешь это каждый раз в тексте, а ты заполняешь удобными вот инструментами. Здесь у него в админке показаны какие-то удобные инструменты, что, например, изображение, у тебя изображением по факту и показывается там описание. Ну вот, здесь есть скриншот, где у него гестс, Кевин Мадевиль, Камиль Палу, Мия Робертс. И, между прочим, у него вот не очень круто сделано. Он не ввел у двоих гостей гестмейн URL, то есть их сайты. А на фронт-энде у него и там, и там есть веб. Куда оно ведет, непонятно. Может, он потом довел, допустим, я как бы здесь не берусь утверждать. Но да. Ну, ты, слушай, придирался, придирался. Для чего это делается? Это делается даже не для того, чтобы там, так сказать, перезадрочить и упростить работу контент-менеджера. Да нет. Это еще и с точки зрения верстки, когда у тебя это все хранится в разных полях, ты можешь их по чуть-чуть выводить и везде сделать очень кастомную верстку, кастомные классы и так далее. Что здесь у нас блок «Гестс», мы его там можем в контейнер вернуть. Каждого гостя в еще один контейнер. Еще в контейнер. Но такое можешь потом еще и передергивать. Согласись? Когда у тебя все сделано по полочкам. Просто райперфикционист, когда у тебя и там по полочкам, и в самом шаблоне по полочкам, и вообще. Поэтому у нас, говорит, конечно, последний дизайн блога не то чтобы шедевр, но структурно теперь все очень круто. А вот в следующий раз мы, говорит, на эстетике уже сконцентрируемся и будет еще красивее с точки зрения визуальности. Вот так вот он. Мне кажется, он сказал «сконцентрируемся» в скобочках «нет». Сделает, как «рискорр.нет», где все съехало и все непонятно. Но вообще, если говорить свое мнение, то обязательно. Вот до этого доходишь, когда 15-й проект делаешь уже, где все в контенте просто запулено и понимаешь, что если вдруг твой клиент сам захочет что-то поменять, он никак не поменяет. А если у тебя в удобных полях это все сделано, для него понятно, то как минимум он уже сможет сэкономить на контент-менеджере и больше денег заплатит вам. Это первое. Ну да, 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 да. Он просто, видишь, изначально написал «Я, говорит, мы раньше делали по-другому». То есть он, возможно, вот у него 200 подкастов прошло, там 200 с чем-то, больше, чем у нас. Так. Вот. У него больше, чем у нас, что ли? Да, да, да. 235. Да, да, да. И, возможно, тогда они еще не знали всех фишек, и они просто очень по прикольчику сделали этот сайт на WordPress, а сейчас он уже матерый. Ну, наверняка несколько итераций происходило. Видишь, они Markdown начали использовать. Да, сейчас уже классно. Это же дохрена делов. Согласен. Ну да, структуризация нужна, важна. Порядок у тебя на столе, значит, порядок в голове. Вот здесь порядок у тебя на сайте. Голову ты дома не забыл? Вот да. Пирожок ты не забыл, как в рот класть? Да. Следующая тема у нас про косвенно Эрика Эллиота, а прямо про веб-компоненты. Про фронтендера прямо. Да, фронтендер нам говорит. В очередной раз выражаю глубокую признательность за прошлый подкаст уважаемым господам астронавтам. Лучший подкаст за всю историю вселенной e-веб-дизайна от сетевых воинов. По-моему, глубоко личному мнению. Скобка, совсем не потому, чтобы мои темы ОФП лучше бы не было. Давай. 10 из 10. В определенный момент захотелось даже задонатить пару-тройку PPC, PPC, но дух Эрика вовремя отдернул. А думайся, глупец. Неудачная шутка, неудачник. Почему именно дух Эрика отдернул? Возможно, это какая-то отсылка. А думайся, глупец. Может быть, мы что-то там шутили? Может быть. Книжка в Арайле уже есть, кстати. Ну да, Никита, когда мы еще готовили обложку к предыдущему подкасту, мне показал, что книжка-то есть. Пользуясь непревзойденным умением вести дискуссию в стиле Ёрничания Сергея Вячеславича, скобках не люблю псевдонауку, хочу сказать респект, благодарность, точка ком. А что здесь, где здесь ёрничание? You're the best, без сарказма, честное слово. Я запутался. На самом деле, фронтендер, он использует уже столько мемов, вот, что я без 23 минут 2 ночи трудно расшифровываю вообще каждое его... Согласен, но предлагает он тему в рубрике Маришкины подружки-рисовальщицы, aka женский программизм, веб-компоненты с коланами, с коланами, не знаю, язык дух Савельева. Было достаточно полезно, занятым для меня фронт нуб. Фронт нуб. И чё, какое? Вот это мы рассматриваем. Вот она у меня не открывается. Её я открыл в Торбраузере. У меня, кстати, тоже нет, но так как мы с тобой с одного Wi-Fi сидим, я вам раскрою секрет, то мне придётся... Ну ты попробуй через VPN. Подожди, но скоро это же запретят, и как мы будем открывать? Не знаю, фронт нуб так и останется фронт нубом. Короче говоря... Я открыл, я открыл. Нам вот эта баба... Ну чё ты начинаешь? Ну ты какой... Ты Савельев какой-то уже начинаешь. Вот это вот прекрасная дама. Прекрасное создание. С рыжими волосиками. Сейчас я скажу, как её зовут. Моника Динцюлеску. Ух ты. Как будто она из Греции. Очень красивое имя. Вот она нам предлагает интро к веб-компонентам. Почему она нам его предлагает? Потому что она работает в полимере. Это библиотека Google, которая помогает использовать веб-компоненты. Почему, говорит, вообще нам должно быть до этого дело? Ну потому что это прикольно. Чтобы вы понимали, что такое веб-компоненты, это инкапсулированный какой-то объект, у которого внутри него есть стили и скрипты. Вот, например, input type date. Мы видим, точно, что у него есть какие-то скрипты, там календарик открывается, и точно есть какие-то стили. Некоторые вещи мы даже с CSS-кой не можем изменить, потому что есть уже встроенные стили. Он говорит, если хотите такие же сами себе, то пристёгивайтесь и погнали. Инкапсулировать. Почему? Потому что, чтобы не путалось ни с чем. Отдельный компонент, он, так сказать, самодостаточен. Можем его из проекта в проект таскать, он не будет зависеть. Это, кстати, и к reusable относится. Мы можем использовать просто новые, так сказать, введённые HTML теги, например, emoji picker. Так! Вот, просто взять и использовать. В любых своих приложениях и так далее. Просто мы в ECMAScript 6 пишем, и да. Сам полимер нам нужен как jQuery, так сказать, чтобы импортировать по-удобному, и чтобы просто пару функций писать вместо 15. Если вы хотите использовать уже чужие наработки, надо всего лишь в Bower'е написать, так сказать, как зависимость, через NPM сначала Bower установить. И да, если вы, говорит, запишите просто в JSON, в пакедже JSON, можете там записать, может быть, можете скачать через Bower как JS-ку и скрипт SRC подключить в хедере своего, так сказать, сайта. Например, вот она Web Components Lite JS подключает. Это Polyfill. Если вы пользуетесь старыми браузерами, а стопудово пользуетесь, потому что здесь она где-то пишет, по-моему, поддержку браузеров. Да, только в Chrome сейчас работают нормальные веб-компоненты. Возможно, вот в том Safari, который в новой High Sierra тоже уже работают, а у нее здесь старые данные. Потому что Safari вообще почему-то не рассматривают, дураки. Не понимают ни хрена. Так вот, чужой, если используете, устанавливаете через Bower, пишите в Dependencies, и у вас он просто сразу есть. Импортируете потом через link rel import. Это новый вот этот синтаксис, который не будет работать без веб-компонентов и без полимера. Так. Поэтому обязательно вот этот link rel import и туда просто импортируете .html файл. и все. Не больше, не меньше. То есть вы в HTML файле пишете свой вот этот компонент. Например, здесь paper button он нам предлагает просто. И если он там есть и вы его импортировали, вы можете теперь везде его просто использовать в HTML документе, он будет, так сказать, валидный и работать. здесь она показывает нам демо, который у меня вот не подгрузил. Я сейчас перезагружу страницу и нормально у меня все будет. Ну-ка. Демо. Что-то не это. Ну, было тут демо, отъехало оно у меня почему-то. Не важно. Короче, после этого можем вешать даже всякие на него джаваскриптовые обработчики событий, например, по клику и так далее. Все это писать лучше в самом компоненте, чтобы оно, так сказать, вещь в себе была. Если вы хотите собственный какой-то использовать, то внутри вот этого HTML файла там надо писать не опять же вот этот paper button, а все-таки специализированные теги. Сначала открыть DOM модуль и его закрыть потом в конце. Это, так сказать, вместо HTML у нас здесь. У него есть какой-то ID-шник My Element, по которому мы к нему будем, так сказать, обращаться. Потом есть template. Template это CSS и HTML. И кроме template есть еще скрипт. То есть есть DOM module, в нем есть два обязательных тега, template и script, ну, по аналогии с head и body, допустим. Все, мы это пишем, и после этого мы делаем import my element.html и можем любой, который мы там описали, например, newtweet или что-то еще, просто использовать на странице как тег и все, и он будет. Для чего нужно? Например, говорит, мы берем и оборачиваем произвольный контент, который хотим, в тег happy thing. А тег happy thing, он просто накидывает анимацию прикольную. и хоть на что, хоть вы какой-нибудь текст, так сказать, туда закинете, вот, например, в примере здесь omg и emoji, хоть вы целый input туда засунете, ему не важно, что будет, так сказать, подрагивать и радоваться, это happy thing, счастливая вещь. Так что, вот так вот. Если придумали какие-то еще умные способы использовать веб-компоненты, вы нам напишите, но вообще вот эту концепцию, ее react, angular, все вот эти современные веб-фреймворки для прогрессивных веб-приложений, они тоже ее используют, но у них там свой синтаксис, к полимеру никакого отношения не имеющий, полимер это, так сказать, для ванильных пацанов. Если у вас нет фреймворка целого, но всего лишь надо парочку компонентов, нет смысла целый react тащить, хотя может и есть, это уже сами для себя решите, можете полимером воспользоваться, просто пару компонентов, так сказать, запилить и все. Дверь мне сделал, блин. Не, ну слушай, то есть она все-таки немножко попиаривает полимер, как бы это она бы не хотела, хотя она этого и хотела, наверное. Каждый, да, свое болото хвалит, вот она свое тоже хвалит. Классно, классно. Следующей темой является новый билд Firefox 54. Он вышел и, наконец, получил поддержку многопроцессорного режима. Представляешь? Как шишел, мышел, пернул, вышел. Она, 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 Firefox, она называлась, называется, 54 билд, называется элект... Она браузерная программа. Electrolisis. Вау. Ага. Представители Mozilla называют новую версию браузера лучшим Firefox, конечно же. Я думал, они старую версию будут называть лучшим Firefox, а новую дерьмовую. Вот тот лучший был, а этот так... Здесь мы видим такие некие маффины файрфоксовые и рассказывают нам пацаны. Говорят, знаете что, мы в Firefox 54 сделали вообще досвидос, что? Многопроцессорный режим, мультипроцессорный, можно ли его так называть, я не знаю, да, можно. Он знаешь, что делает? Распараллеливает, наверное, ресурсы, оперативную память и процессор. Конечно, причем делает это не так тупо, как Google Chrome. Оказывается, Google Chrome, он тоже распараллеливает, но он каждую вкладочку распараллеливает. Из-за этого... Это мы видели в диспетчере задачи тысячу раз. Да, из-за этого, у вас сжирается вся ваша оперативка, вы это сами испробовали наверняка тысячу раз, но Firefox 54 очень умно распределяет все ресурсы компьютера, он делит их на четыре части, не как Chrome на сто тысяч ваших вкладок, а на четыре всего части, очень грамотно, по-крутому, и может достаточно быстро работать, как я понимаю. Кстати говоря, здесь, здесь есть такой не самый детальный график использования памяти браузерами, и можно пронаблюдать, что на Windows 10, на Windows 10, Chrome очень сильно использует вашу память. Internet Explorer чуть поменьше, а два Firefox, две Firefox'ины, видимо, предыдущая версия, и... Не-не-не, 64-битный и 32-битный. А, окей, окей, да. Они, а, я увидел, я увидел, да, они вообще мало используют. На macOS'е, кстати, Safari живет нормально, так, memory, надо заметить. Ну, сарясики, он как бы и, понимаешь, если вкладка неактивна, он сразу ее освобождает, так, но на самом деле все равно меньше, чем Chrome. Все равно меньше, чем Chrome. Еще многим гордится Firefox, можете посмотреть, новые веб-экстеншн, API и так далее, можете посмотреть, обязательно посмотрите. Кто особенно любитель Firefox, они наверняка за каждым обновлением следят и читают в блоге обновления от описания. Мне не стыдно тебе признаться, я на работе его использую для определенных задач. Молодец, молодец. Идем дальше. У нас еще будет... Для каких уже признаться стыдно? У нас еще будет про Firefox 54. Артем Скай, Артемский, нам прокомментировал, предложил Clip Path. Есть такой Drum and Bass DJ, Netsky. Да, вот это Артемский. Clip Path подъехал в рубрику программирования. У нас нет рубрики программирования. Ну, он подъехал куда-то в конец рубрики разработка. Кстати, забегая вперед, скажу тебе, ты-то и не знал, что у нас был видос на канале про CSS Clipping и Masking уже, я не знаю, год. Вот здесь немножко, видимо, об этом. А в Firefox только сейчас ввели поддержку, лохи. В Safari был еще год назад. Собственно, на блоге Mozilla, на блоге Mozilla, почему здесь и будет очень много про Firefox 54, написали про Clipping и Masking и CSS Shapes. У нас есть видео, посмотрите обязательно, господа и дамы. Как, говорит, использовать? Clipping, Masking, CSS Shapes вообще. В Firefox, говорит, 54, пишет нам Belen Albeza. Мы охрененную поддержку наконец-то представляем вам Clip Path такого свойства, CSS свойства Clip Path. И, говорит, блин, все так классно работает, давайте, говорит, перейдем к примерам. Например, например, говорит, CSS Shapes у нас теперь, кстати, поддерживаются, такие как Incest, не incest, не путайте с incest, Incest, Circles, Ellipses and Polygons. У меня вот здесь, опять же, CodePen-то это, активные, у меня в Safari тоже это все есть. У меня в Chrome тем более. Да, у меня в Chrome тем более. У тебя еще оперативки, зато нету, да. Но у меня оперативка сожрана полностью, зато вот кресты есть. Есть кресты, которые Clip Path там сделаны. И нам говорят, что типа Clip Path вообще-то, чуваки, по стандарту не поддерживают изображение, впихивают туда изображение, встраивают. Но, конечно же, поддерживают Clip Path Elements, вот эти вот. И посмотрите, как сделан шикарный крест. Зацените. А дальше, посмотри, SVG анимации, конечно же, поддерживается Clip Path. Зацени, опять же, как происходит вот такое вот подгружение, как бы, точнее, не подгружение, а такое движение по картинке, область видимости картинки сдвигается. Посмотрите, тут есть, кстати, код. Вот это-то у меня, походу, и не работает. Ой, ну что такое? Вот второй, да? Подожди, А, анимей, да, вот это я-то не... все, сорясики. Ну так, поперло? Поперло. Ну отлично, отлично. Прям подгрузка, так сказать, происходит пошаговая, правильно понимаю? Или что? Ну-ка, я у тебя посмотрю. Какая-то хрень у меня тут. У тебя и работает, что-нибудь. оно лагает, просто вот сейчас хоп, половина прогрузилась. Оно плавненько идет. У меня всю оперативку, конечно, сожрало, но у меня плавненько идет. Ну, видимо, мне не хватает немножечко видеокарты, потому что я когда скроллирую, а, подожди, или надо скроллировать, или нет? Ничего не надо, но оно идет, как бы идет, если хочешь, я когда скроллирую, у меня вот только тогда идет. То есть мне надо, так сказать, чуть-чуть поддрачивать, тогда я вижу, что идет, а если не поддрачиваю, то нет. Это классно, это классно. Короче говоря, нас еще информируют о том, что Firefox, вот это 54, ну и вообще релизы Firefox теперь поддерживают, наконец-то, функционал CSS-шейпов, и зацените, зацените, господа, на CodePen реализовано вот этот вот клип-пэтовый CSS-шейп, короче, сёкол, вот такой вот полукруг, зацените, как он обрезан красивенько, и прям классно, очень ровная такая, прям кривая, очень ровная кривая, как я тебе сказал. Вот, посмотрите по кодику. Мне нравится, вот где логотип Firefox, туды-сюды. Но это мы еще не дошли, конечно, конечно. Очень плавно. В том числе, можно анимировать с помощью CSS, теперь всю движуху очень плавно, офигенно просто подгружается вот эта вот CSS-анимация. Возможно, если бы я сейчас смотрел с Firefox, у меня бы нормально все это было. У меня все нормально, у меня с Chrome все нормально. Ну а что, у тебя не нормально кружочек подгружается? Вот дальше у меня, где полигончик, так сказать, из шестигранников в какую-то трапецию переходит, вот это у меня нормально работает. Тоже плавно, тоже плавно. Да, а вот там, где, ты говоришь, ходит, а этот вот асфальт, вот он ходит. Ну ладно, у тебя одна хреновина не работает. Короче говоря, в том числе, в том числе те самые полигоны, CSS-шейп полигоны, да, они, как бы, здесь нельзя задавать напрямую, сколько, скольки гранник будет, но ты можешь одинаковые координаты указывать, так скажем, и тогда у тебя углы будут срезаться. То есть, если ты хочешь, ну вот, из этот полигончик несколько угольный сделать по-разному, меньше, больше, ты можешь просто разных задавать, то есть, как бы, непонятно мне. Зато честно. Зато честно. Я просто уже с баром играюсь, где мышку надо двигать. Ты с баром играешься. Ну, а где это? Ну-ка, я сейчас дойду. Пикселяртный бар там есть такой. О, да, это классная тема. Типа, вы можете динамически, динамически клипировать хреновинку. Тоже очень классно сделано, можете посмотреть, но это уже все JS делается, разумеется. Это все уже JavaScript-ом, и прям... Ух ты, там потом с градиентиком круг. А дальше с градиентиком круг, это уже, типа, чуваки рассуждают, а что же все-таки clip path и mask? Чем же отличается? Говорит, у нас же есть mask, но, говорит, mask это не то же самое, что clip path, потому что, говорит, mask, это чем они отличаются? Mask это как бы маска, то есть, по сути, ты на круг накладываешь, ты на изображение накладываешь маску круга, но она остается по факту изображением квадратным. И, например, при наведении, при хувере, у тебя будет срабатывать полностью вся область квадрата. Мнимая, да, на мнимый угол, который ты не видишь. Да, но clip path, он гениально отрезает письку. И когда ты будешь наводить даже на крест, даже на полигончик, у тебя именно на полигончике будет срабатывать, а мимо не будет срабатывать. Вау! Так что маска это для определенных условий, для определенных извращений. Маска это вот, чтобы прикрыть, но вот при хувере, чтобы открыть, например. Да. Представляешь, вот можно же много разных юзер-экспириенсов придумать, если бы архитектор настоящий. Можно, можно. Поэтому, господа, наконец-то, наконец-то к нам в Firefox пришли CSS Shapes, clipping, masking и вообще вся вот эта срань. Идем дальше. У нас на перегонке сегодня код чистый, как слеза. И здесь как бы два, две статьи, я не знаю, нужно обе смотреть. Хотя тут секундные статьи, дай побряку. Артюшка нам это рекоментировал. Артюшка предлагает, говорит, здорово, пацаны, набрел чисто случайно на сайте от скинулевых годов. Посмотрите, вот зайдет, как несли пропаганду дизайна интерфейсов во времена нулевых. И здесь действительно соитетский тех самых годов. Он, кстати говоря, адаптивный, охрененно. Почему? Потому что здесь только я чувствую один чистый HTML. Используется. Он такой, ну нормасик. Вкусный. В первой статье «Враги хорошего дизайна» просто рассказывается о том, что есть вот дизайнеры, есть вот заказчики. И они друг друга очень часто не могут не то чтобы понять, а прийти к консенсусу из-за того, что каждый ставит задачи свои определенные и накидывает все больше. Чем больше вам заказчик или какой-нибудь там другой чувак накидывает задач, тем, так скажем, меньшая область разработки у вас остается. Вам нужно попасть в меньшую, в меньшую область. Что там летает около меня? Я испугался. Так вот, в меньшую область вам нужно попасть. То есть, если до хрена условий вам стать заказчик, и это было еще в 2000 году, реально, 01 года статья, тем больше у вас проблем. И поэтому, когда дизайнеры делают сами для себя, у них не потому, что они, знаешь, сами для себя классно сделать, делают хорошие дизайны, а потому, что они сами для себя мало задач ставят. И поэтому... Это как, когда ты тестируешь приложение, ты сам знаешь, вот тут лучше не вводить ноль, все обрушится. И ты не вводишь ноль, не фиксишь это, а потом пользователь обязательно введет ноль. Да, и в том числе он в этой статье пишет про раздражительность дизайнеров по поводу того, когда они вот сделают что-нибудь, а потом им говорят, да нет, тут надо это, это и это. Их бесит. И каждый раз новое, новое, новое. И это вот эти правки, так называемые, даже если вы это делаете за деньги, вас они начинают раздражать просто психически, психологически, так скажем, но, но, если изначально эти правки будут, так скажем, как задачи объявлены, если вам ваш руководитель проекта сразу скажет, что не нужно здесь использовать жирный курсив и так далее, вы сразу их не используете, вас меньше это будет бесить, чем нежели, если вы сразу сделаете жирный курсив, а потом поправить. По факту, да, ты же двойную работу делаешь. Да. Это в первой статье, еще ноль первого года, а в нулевом код, код чистый как слеза, здесь автор нам указывает на то, что почему-то, почему-то люди пишут дерьмовый код, его просто это бесит, говорит, используют всякие таги, он это еще в 2000 году это назвал таги, таги маркуи, марки, маки, так скажем, блинк и так далее, но он супер устаревший вот эти вот таги, HR. Возможно, только из-за того, что он эту статью написал, а не деприкейтит теперь. Да, кстати говоря, он здесь пишет очень смешным языком, он как бы указывает нам очень постарчески так, хотя чувак вроде не очень старый, но он уже с бородищей, ему уже дохреналет. Возможно, уже 17 лет прошло, и он все-таки уже старый. Но тогда он был не такой старый, но он здесь брюзжит. Вот реально. Типа чего? Он брюзгатый. Вы, блин, давайте там это самое. И он здесь уже заикается про мониторы, говорит, вы что, сейчас, говорит, КПК же поперли. Вы давайте думайте про мониторы, про юзер-агенты думайте. Адаптируйте, говорит. Так он в завтрашний день смотрит. Телеки, говорит, на телеках как вы будете делать? Вам надо, чтобы все влезало, думайте. Короче, он реально смотрел в завтрашний день какой-то гений, чувак. Вот мы его пославили, так что, вот, обращайте внимание, обращайте внимание. Ну вообще интересно, мне вот просто именно, во-первых, вот это когда набрел чисто случайно на сайтецки нулевых годов, чисто случайно на такой не набредает. Артюшка рассказывает, потом как-то на это набрел. Мне вот, мне это интереснее даже, чем кот чистый как слеза. Дальше Вафа Абзи, уже в следующем нашем блоке, именно научпопа, предлагает, говорит, архитектура повседневности колозеты и ретирадники. И он, короче говоря, нам предлагает статью с телегра. Я ее кратко назову ретардники. Да, ретардники ты ее назвал. Здесь статью пишет чувак, который работает архитектором, реально, в... Я сейчас вспомню гифку ретардолер, где мистер Гаррисон в треугольник, так сказать, трубит. Точнее, не архитектором, как, ну, дизайнером-архитектором, он, короче, работает в агентстве, или, как сказать, в компании, которая занимается обустройством. В общем... Удобствами, которые занимаются, которые на улице. Не только толчками, не только толчками, как вы могли подумать, но и вообще, в принципе, постройками. Короче говоря, они... Вся новость о том, что они перестроили толчок в парке Горького в Москве. Вау. Это главный концепт. Но он здесь немножко углубляется в историю, чтобы просто понять, что оказывается, еще, так скажем, в Древнем Риме, еще в IV веке до нашей эры, точнее, не до нашей, а нашей эры уже, были толчки. Те самые туалеты, клозеты, которые на улице, удобства на улице. И они были гениальны, они были настолько классно сделаны, что в них люди, в том числе, и тусили, просто садились. И здесь написано, что просто они могли сидеть на них и разговаривать, общаться, прямо на самих туалетах, я имею в виду. Сидеть. В это время осуществлять дефекацию и разговаривать друг с другом. Потом в какой-то момент это умерло, просто когда уже Рим пал и начались викинги, они срали, где попало. Они друг на друга иногда срали. они в шубах там бегали в коже, в дерьме. Через костры прыгали. Да, у них там были свои какие-то язычные боги и они, в общем, забили. Потом уже во Франции появились снова вот эти вот гениальные туалеты, в том числе писсуары, которые устанавливались на улицах, просто мог зайти и пописать. Я вижу здесь фотографии писсуара в Париже, 1870-е. Да, потом, естественно... Слышь, как разило от него. Разило. Вообще, очень классно, я бы сказал. Я бы постоял там рядом с ним, но у меня была бы возможность постоять рядом с ним в Санкт-Петербурге, потому что после этого они, естественно, попали в Петербург в 1870-м, по-моему, или в чем-то таком. Там построили гениальный, разделенный на два, то есть на женский и мужской. Посмотри, обрати внимание, здесь есть фотография, как бы разрез сбоку, городской общественный ретиратник. Все это с твердыми знаками обязательно. Санкт-Петербург. Почему ретиратник? Я понимаю это слово retire? Да, да, да. Но какого хрена уже тогда-то ретиратник? Уже тогда, что ли, англичане были? Чуть-то заимствовали, что ли, уже тогда? Но зацени, здесь он выглядит так, как будто мы играем в Индии пиксельную игру современную. Фасады. Да, я вижу, я понимаю. И хочется прям девочке вот этой справа напрыгнуть прям и пропрыгнуть и до мужика и убить его. На голову. На голову. Опять же, по Марио. Да. Дальше, посмотри. Здесь есть некоторые планы, как люди сидели, как что-то планы. В ретиратнике просто со смузями должны сидеть. Конечно, конечно, посмотри. у кого, куда зайти, где что, схема. Комната сторожа. Да. Там просто самое главное, что писсуар, там он как бассейн. То есть там что, вот именно тот, который чертежи из журнала Зочи идет сверху. Да, он пишет про то, что там был пол асфальтовый, все это смывалось внизу, приходилось. В общем, было такое достаточно дикое, дикое такое место. Не очень дизайново классно выглядящее. Ну, хотя, наверное, для тех лет это было круто, но для сейчас... Там же печь есть, чтобы отоплять, чтобы на нее ссадивание. Ну, конечно, конечно. Здесь, собственно, вот этот Вовхаус, бюро Вовхаус, которое занимается архитектурой, здесь нам это все описывает. Так вот, короче, они сделали для Горького, для парка Горького, для толчка парка Горького перестройку. Посмотрите, как это раньше выглядело. Здесь есть фотографии, сразу перейдем. Фотографии. Туалет в парке Горького до ремонта, до того, как они этим занялись. Просто, короче, был туалет, вот такой вот, и он был весь разбитый. Там были... Посмотри, какие писсуары старые. Плитка старая, посмотри, какая. И здесь, кстати говоря, кстати говоря, кроме того, что здесь рядом комар летает, да забей меня. Я убить хотел, а что ты? Были туалеты, они типа... Чаша... Как там? Чаша кого? Как это правильно называется? Я не знаю. Он тебя кусает, да уже? Нет, просто летает на меня. Да ладно, так отмахишься, как будто кусать. Короче говоря, в общем, были очко, были тип очко, если ты понимаешь, о каком толчке. И они были все разбитые, разболтанные, все грязные, фу прям. Ну и прям реально, вандалы любили побить эти толчки, зайти в Горького, в парк Горького и посрать, поссать мимо и вообще. Короче говоря, им в их бюро обратились пацаны, администрация, видимо, парка Горького, сказали, давайте просто пофиксим, просто сделайте нам ремонт, так скажем, нашего клозета, и мы будем довольны. Они сказали, слушайте, мы просто так ремонт, делать это тупо, давайте мы немножко переделаем, перестроим, и давай сразу на фотографии но уже после ремонта. Мы, говорит, сделали так, чтобы туалет выглядел приятно снаружи, так скажем, его экстерьер, чтобы, знаешь, когда ты сидишь на лавочке рядом с толчком, не было ощущения, что я вот за туалетом сижу. Нет, я сижу. Сидел козел на лавочке, считал свои козявочки? Да. Было ощущение, что я реально гуляю в парке, сижу классно. Вот такие вот деревянные они надстройки сделали, очень прикольные. Посмотри. Мне напоминают трибуны на этом, на матче по квиддичу в «Гарри Поттере». Да. Ну или какую-то веранду на даче, возможно. Вот у меня веранды на даче, они как... У меня там квиддич проходит. Мы с батей там за сничем. Главное, чтобы ретирайдник у вас там не было. Там есть, там есть. Вот. Кроме этого, давай перейдем к интерьеру. Мы, говорит, очень сильно постарались, чтобы сделать так, чтобы вандалы вообще не думали даже про то, что можно что-то повредить. Вот зацени. Они сделали специальные раковины, такие железные. Ты даже не подумаешь, чтобы их выломать. Они как бы просто как... Они очень стильно сделаны, обрати внимание. Как будто просто дазики стоят и все. Да. Но их как бы не хочется ломать, потому что это просто какая-то железная такая построечка. Они очень классно сделаны и стильно. Тут у них лофт. Ее экс-архитекторы, видимо, поработали, чтобы люди... Как сделать так, чтобы люди поняли, что им неинтересно ломать было? Более того, более того, они вдохновлялись. Не только в России ломают, не только у нас вандалы и невоспитанные люди. Они говорят, мы были в ретиратниках Германии и, говорит, в Германии во многих туалетах вот эти зеркала заменены, так скажем, блеклой пластиковой штукой, чтобы ты в нее смотрелся. Но эта пластиковая штука, по ней видно, что она сделана от вандалов. И поэтому вандалы же, зная это, они хотят как бы навредить и бьют по ней все равно с руки. И как бы на этой пластиковой штуке, на этом заменителе зеркала остаются следы. И когда ты заходишь в такой туалет, тебе кажется, что здесь кто-то что-то бил и тебе неприятно уже от того самого факта, что здесь могут бить при тебе или тебя, например. Тем более в Германии. Их либенман, либенфройлен. Так, а и что? Какой эффект? Вот, эффект. Они поняли, что мы сделаем зеркало обычным зеркалом, как это обычно сделано, но сделаем его на несколько частей, поделим. Вот видишь, как здесь сделано? На три части. Тогда разбитое зеркало одно из будет легко заменить, легче заменить один сектор, одну секцию, чем все стекло полностью и дешевле. Вот, поэтому нет смысла делать огромные, большие зеркала, можно сделать их по сегментам. Но люди даже не додумываются об этом. Мы, типа, это сделали не из-за того, что, короче, типа, как будто это не для вандалов. Они просто не задумываются об этом и даже не бьют. Короче, они очень гениально продумали весь UX, UI и т.д. и т.п., что у них получился идеальный толкан. Кстати, господа, кто сейчас в Москве и, может быть, гуляет в парке Горького, сходите в толчок и скажите нам, так ли все хорошо там или уже вандалы постарались и все сломали? Или уже все матовые, металлические, все поверхности уже со следами? Я просто боюсь, что теперь вандалы прочитают эту статью и будут ломать все. Да, опять захотят доказать обратное. Ладно, пойдем дальше. Следующая от Вафа... Нет, не от Вафа, Абзи. А, да, от Вафа... Нет. Да, следующая просто. Я с Geek Times. А следующая просто ты с Geek Times. Опять гравитационные волны. Тупорылая статья. Видно, что ты приложил. В третий раз зарегистрированы гравитационные волны. Что мы можем узнать о Вселенной? Короче, недавно совсем мы засекли... Мы тогда это обсуждали с тобой. Там в прямом эфире прям была трансляция НАСА, где они говорили, мы засекли гравитационные волны. Круто, 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 круто. Эти гравитационные волны исходят от двух черных дыр, которые, так скажем, взорвались или, как сказать, повзаимодействовали 10 миллионов лет хрен знает когда назад. И это до нас только сейчас дошло. И вот это сейчас дошло, сейчас исследуют, очень классная тема, здесь есть очень много всяких цифр, которые приводятся. Короче, если вы хотите повникать, повникайте. Очень классная тема, на самом деле. Я прям балдел. В скобочках нет. Важно понимать, важно, что это еще в январе было известно, но по каким-то причинам сказали об этом только сейчас. Но они думали, вдруг, если там «Зеленые человечки» и газета «Аномалия». А если там Эрнст Молдашев? А если «Третий глаз». Ладно, темы слушателей, господа, темы слушателей всего одна тема, мы и так очень много тем ваших взяли в основной подкаст. Сонтендера. Да, поэтому Ничелентаныч, Ничелентаныч, спасибо за то, что предложил. Очень классная тема. Обсудите эту статью. Думаю, вам понравится. И действительно, мне понравилось. С Free Code Camp здесь Фил Шиллер. Ух ты. 70, говорит, биллионов баксов мы заплатили разработчикам, которые выкладывают свои приложения в App Store. Хочется закольцевать. Вот в самой первой теме там мы русские там, домострой. Вот не биллионов и миллиардов. Хорошо. 70 миллиардов долларов заплачено разработчикам, девелоперам, если угодно, если вы вдруг домостроиваете. И как же, как же они так платят такие огромные бабки и с помощью какого приложения же можно зарабатывать? Чувак провел исследование. И он пошел, я, говорит, просто зашел, говорит, в App Store легко, в Top Grossing, в самые продаваемые. Зашел в самые покупаемые. В самые зарабатываемые. Я думаю, в Top Grossing участвуют и внутренние покупки. Конечно, конечно. И посмотри на вот эти бесплатные приложения, такие как Microsoft OneDrive и такие как Mobile Protection. Я, говорит, увидел, конечно же, там самые популярные, типа Microsoft-овские какие-то. В Productivity он пошел, в продуктивность, в раздел продуктивности, и увидел там, конечно же, от популярных разработчиков типа Microsoft, и увидел каких-то левых чуваков, от Mobile Protection, Clean and Security VPN. Задумался, слушай, а что это такое на 10-м месте в Top Grossing? Что это за приложение? Скачал себе и начал расследовать. И, говорит, я понял, что, говорит, там такая хреновина, созданная девелопером Ngang Wotitui. Ну, вы понимаете, сунь хунь чай. И как бы это хреновина Винсам. Винсам пей. И понимаешь, в чем дело? В том, что эта хреновина типа вас должна предотвращать от плохого трафика на iOS. Вообще, клин вам делайте, полный security. Ну, или, возможно, хотя бы заблокированные ресурсы какие-то посещать. Да, он посмотрел сразу в description нас обращать внимание. Говорит, квинкскан, автоскан, бла-бла-бла, дубликейт контакт, мерч орделит, дубликейт нейм, говорит, фон, имейл, короче, всякие фичи. И, говорит, что это, говорит, за фичи такие? Я начал смотреть отзывы. И вижу, там очень классные отзывы, типа, как у нас к подкасту. Очень классный подкаст, написанная веб-сайне. Вот такие отзывы. Здесь также best app. Купленные отзывы, пятизвездочные. Panda 951, excellent virus removal, recommend. Ну, конечно, конечно. Дальше я, говорит, начал смотреть, что это за, говорит, там, что это, говорит, там за удаление дубликатов. Я, говорит, начал смотреть, и вижу, очень классное, сразу у меня при включении, приложение, хреновина, всплывает. Это, говорит, приложение не тукссес. Вот кссс, это ее контакт. И, говорит, я, говорит, не разрешил такому дерьму себя кссить. То есть, как обычно, дать доступ вот этот классический к вашим контактам. Я, говорит, не разрешил такому дерьму. И у меня вылезала табличка, что, конечно же, конечно же, у меня вроде все хорошо, но вот secure интернет хреновничает. Not safe. У меня, как бы, все-таки все плохо. Не проверено, так скажем, мое Соединение с интернетом Окей, я, говорит, начал смотреть Ну ладно, давай хоть почистим контакты От Duplicated А Duplicated, конечно же, написано с двумя пи Это, говорит, может быть, почистить мои Двопишные Приколы, он как бы здесь играет словами Может быть, почистим ваши Duplicated от двух п Ну это ладно, это окей, говорит Кроме этого, в этом замечательном приложении У меня появляется реклама Очень супер навязчивая Play without installing в какую-то Match 3 игру Окей, меня, говорит, это тоже Очень сильно бесило Кроме этого, то есть чуваки зарабатывают на рекламе Чуваки зарабатывают на том, что Есть Free Trial некий Я, говорит, окей, Free Trial Мне предлагают, смотри, какой дизайн у приложения Замечательный, кнопка на зеленом фоне Все супер аксессибилити Free Trial нажимаешь И тебе сразу с помощью Touch ID Хотят оформить подписку На 100 баксовую подписку в неделю 100 долларов в неделю Это просто какие-то иконские цены 100 fucking долларов в неделю, мать твою Чтоб тебя отмалвай Всех защищать твой iOS Самое главное, что в iOS Ну здесь он правильно пишет По умолчанию такая песочница Что у каждого приложения только свои файлы И никаким другим он отношения не имеет Поэтому как он будет сканировать телефон, неясно Ну вот, я, говорит, посчитал В принципе, говорит 100 баксов за неделю 400 баксов в месяц Я, говорит, посчитал Этого им всего 200 чуваков хватит Чтоб заработать 80 тысяч долларов В fucking месяц Говорит Ну это просто бабки Это просто досвидос И, видимо, они столько и зарабатывают Потому что он, говорит Кроме этого, естественно Они зарабатывают на рекламе Которая там всплывает Каждую секундочку Причем там реклама такая Что очень сложно на нее не нажать Она прям бесящая реклама Вот А именно за клики платят Google Ads И другие чуваки Вот Я, говорит, дальше посмотрел Очень многие приложения так и работают Вот зацени От этого Нгуена У него есть еще несколько приложений И он Возможно, он уже миллиардер Посмотри У него и вирусные всякие утилиты Антивирусные И вайфайные какие-то Но это уже не у него Вайфайные такое же дерьмо, если честно, выдает Он просто начал вводить Просто популярные слова Вот В общем Подводим итог Подводим итог Ну он здесь предлагает Че нам делать? Да Че не ставить? Куда смотреть, так сказать И так далее Да Подводим итог Говорит Кроме того, что Я, говорит Предлагаю вообще как минимум Не использовать такое дерьмо Людям Предлагаю iOS iOS Apple Разобраться, что у них происходит В App Store Посмотреть, что у них происходит С обзорами С reviews Разобраться С подпиской И разобраться С юзабилити Вот этой всплывающей хрени О подписке Чтобы все всем было понятно На че я подписываюсь И какие бабки трачу Вот Чтобы легко можно было Дропать свою подписку Чтобы можно было Выйти из нее Чтобы легко я мог Возвращать деньги По такой теме А то, говорит Не дождешься Вот так заплачу Сто баксов За неделю И, говорит Потом хрен Отпишешься И потом Еще и Хрен Бабки вернешь Чтобы, говорит Убрать Вот эти Обузную рекламу Охрененную В приложениях Вообще, говорит Давайте позаботимся Об этом Потому что Это просто До свидос То, что я, говорит Увидел в App Store И что Делают Нгуенги Всякие Это просто Страшно Я когда-то прочитал Эту статью Я думал, что В App Store Такого не может быть Что в App Store Все проверяется Но нет Ну Слушай, я согласен Что Google Play Это намного Большая помойка Даже вот просто Я сейчас произнес Google Play И мне аж поплохело Да Пишите в комментариях Если вы продаете Отзывы в App Store Если вы Нгуенг А я пока Зайду на обойкость Да, я тоже на нее зашел Ищем наш подкаст Подкаст наш Это, конечно же Вон та труба Видишь Это водонапорная башня Я думаю Она орошает Справа поле И мы также Орошаем Наших слушателей И зрителей А они едут Сейчас на машине Чтобы орошаться Правильно? Нет, нет Это всходы Знаешь, кто едет? Ну-ка Ну, Куненг А он же Наташ Видит все это Ну, он заработал Ему противно Он заработал Ой, они там орошают Друг друга А потом это Он на Бенке На своем едет Просто в горы И ему нормасик Вот, да Примерно так Это все и произошло Через неделю Мы с вами уже увидимся В 131-м подкасте Я надеюсь Я надеюсь В эту пятницу Увидимся на стриме С вами Возможно Для вас даже будет сюрприз Я пока не скажу какой Да Подписывайтесь на нас В соцсетях Для этого Вконтакте, в Твиттере В Фейсбуке В Инстаграме В Гугл Плюсе Вконтакте, в Твиттере И на Ювебдизайн И на ОВД Геймс На Ютубе Ставьте лайки Пишите комментарии В Айтюнсе Ставьте звездочки Пишите отзывы Увидимся Через неделю Пока Пока